ЧАСТЬ ВТОРАЯ С ПЕСНЯМИ БОРЯСЬ И ПОБЕЖДАЯ 6 ноября к вечеру в дверь Аглая Степановны Репкиной кто-то вкратчиво постучался. Она с мокрыми руками и полотенцем вышла в коридор, но не успела спросить, кто как дверь со зловещим достойным фильма ужасов скрипом стала приоткрываться, и в ней появилось сначала плечо, обтянутое вытертым военным сукном, а затем постепенно обозначился до узнавания мяты профилю правдома Кишляева Дмитрия Ивановича, прозванного Диванычем Краснолицева и Красноносова, бывшего полковника метеорологической службы, уволенного из армии за пьянство. Но не просто за пьянство. За пьянство можно было бы распустить весь офицерский корпус Советской Армии. А зато конкретно, что полковник Кашляев, возглавляя метеослужбу Министерства обороны в Северных Широтах, допустил и сам, кажется, принимал в этом участие отпевание его подчиненными из различных чувствительных приборов спирта с заменой его водой. Дошло до того, что главный термометр на главной метеостанции военного опруга ровно при ноле градусу замерзал. Тем не менее, служба работала. Служба составляла сводки погоды и прогнозы, которыми пользовались корабли военно-морского флота и подразделения стратегической авиации. Правда, Диваныч был очень опытный метеоролог. Текущая температура, а также силы и направление ветра он легко определяет, поднимая вверх на слюнявленный палец. А прогноз на ближайшее время составлял по общим приметам и нытью в раненом на фронте колени. Ну, ошибался не без того, но не больше, чем всесоюзный гидромедцентр. Хотя, может быть, и гидромедцентр ошибался по той же причине. Диваныча из армии уволили, и теперь он служил управдомом, получая вдобавок к скромной зарплате полковничью пенсию. Дверь скрипела. Диваныч втискивался в нее упорно и целенаправленно, сам же придерживая ее рукой, то есть оставляя лишь щель для втискивания, чем он усердно подчеркивал незначительность своей личности, как бы не заслужившей полноценно открытого входа. При этом, однако, демонстрировал в определенное нахальство, своим видом показывая, что щель для себя открыл скромную, но пролезет в нее непременно. Наконец, он материализовался полностью в офицерском костюме с невыгоревшими следами от споротых погон и петлиц, с двумя пуговицами, из которых одна была форменная военная, а другая форменная ремесленного училища. Здравия, как говорится, желаю оглас степена, а как говорится с наступающим праздником. Полковник стянул с себя фуражку с красным околышем и треснувшим козырьком, тряхнул головой, отчего перхоть легким белесым роем спорхнула, и прежде чем просыпаться на плечи, зависла над головой диваныча, словно блекла сияющий нимб. Аглая, ничего не сказав, смотрела на вошедшего вопросительно. Он также смотрел на нее, забывши, видно, зачем пришел. Вот как Грица явился, сказал полковник и опять потряс головой. Ну, явился, проходи, только обувку сними, я за тобой полы подтирать не буду. Ну, уже это как Грица, охотно согласился Кашляев. Грязь на улице, грубо грязь, не в пролазе и таскать ее в дом. Недоговоривши фразы, он сбросил в себя полуботинки с рудиментами желтого цвета и пошел, вскользя по окрашенному полу серыми шерстяными носками с дырками у больших пальцев. Вслед за хозяйкой полковник проскользил в гостиную и вдруг оторопел, словно увидел перед собой слона или американский небоскреб Empire State Building. Перед ним во весь рост и в полной чугунной форме стоял верховный, главнокомандующий, держа в левой руке перчатки, а правой почти упираясь в потолок. Очищенный и отмытой огла ей, он смотрел Диванычу прямо в глаза, и вся левая сторона его тускло блестела в свете пятерожковой люстры. Хотя Диваныч знал, что здесь стоит эта статуя, ради нее он сюда и пришел, но наглядный вид монумента привел его в полное ошеломление. «Е-е-е-е-е!» — простонал Диваныч, и в груди его не осталось воздуха для более внятного междуметь. Так и стоял он с открытым ртом, покуда хозяйка не возвратила его в реальность вопросом о цели прибытия. «Да вот!» — смущаясь, начал Диваныч, но мысли, недосказав, опять прилип взглядом к статуе и замолчал. «Что нужно?» — повторила вопрос Аглая. «Да вот!» — пытаясь продвинуться в размышлении дальше, Диваныч подергал плечо. «Это вот!» — указал на статую. «Так, а жильцы пишут коллективно, что большая, грубо говоря, нагрузка. У нас же перекрытие, грубо говоря, деревянное, а у дохватулиных трещины в потолке». «Ну и чего?» — спросила Аглая. «Кошляя одновременным разведением рук, пожатием плеч и поджатием губ, изобразил отсутствие у него удовлетворительного ответа на заданный вопрос. Но под нату жесть попробовал высказать мнение более внятно. «Ну вот, — говорит, — трещина». «А я, — говорю, — не трещина». «Ну и чего? Она тебе мешает? Она у тебя в голове, эта трещина?» «А он, — говорит, — как же это? Когда вот суп, он, — говорит, — ел, и чувствую, — говорит, — что-то твердое, я, — думаю, зубы выпало, а смотрю, это не зуб, щекотурка». «Грубо говоря, для квартирных условий не предназначен. На площади — дело другое, там он стоит. Если даже провалиться, это как бы не наше дело. Там он на самом месте, и люди могут подойти, и цветочки положить, или там с экскурсоводом. А тут же, грубо говоря, жилой дом. И балки деревянные, и с грибком. Если что, мне, допустим, тюрьма. А Тухватулиным, грубо говоря, превосмертная казнь. И другие жильцы тоже имеют свои опасения». Аглая все это выслушала, сложив руки на тощие груди, вздохнула. «Ну и что ты хочешь сказать, чтобы я его выкинула? Сталина, чтобы выкинула? Куда? На свалку? На помойку, а?» Кашляя, он глубоко и грустно вздохнул. «Да я что? Да если бы он живой был, то я за него, грубо говоря, с пятого этажа мог бы, как бы это сказать». Кашляев не договорил и почтительно посмотрел на статую, словно надеясь на ее понимание. Но, встретившись с ней глазами, испытал беспокойство. Статуя смотрела на него с такой неприязнью, что ему стало не по себе. Он даже назад немного попятился к выходу и не сразу расслышал вопрос, заданный хозяйкой. И переспросил, «Чего?» «Выпить?» — спрашиваю, «Хочешь?» «Выпить?» Кашляев замер и облизнулся. Очень хотелось сказать полковнику, «Нет, никогда, ни за что!» И гордо удалиться. Или перед тем, как удалиться, щелкнуть с битыми каблуками, произнести что-нибудь возвышенное от чести. Им, как ему иногда казалось, еще не полностью пропитой советского офицера. Но он ни разу такого еще не делал, ни разу такого не говорил, хотя поводов было немало, ибо жильцы при необходимости или на всякий случай совали ему кто пятерку, кто трояка, некоторые, видя его за трапезный вид, ограничивались мятым рублем. И он брал все, что ему протягивали. И сейчас предложение выпить вызвало в нем секундное колебание, после чего, он, отведя взгляд от статуи, сказал «Ага», и был приглашен на кухню за круглый стол, покрытый клеенкой с нарисованными на ней кремлевскими башнями. Водка была у Аглая всегда. С партизанских времен выпивала она регулярно за ужином рюмку две, но дальше не заходила, прослышав, что злостный алкоголизм неизбежно кончается окаменением печени. Она вынула из холодильника «Саратов» бутылку московской, с изображенными на этикетке многими медалями, достала две холодные котлеты, холодную картошку, капусту, квашеную и банку сайеры, пробку тонкого металла с хвостиком, за которым можно было тянуть пальцами. Аглая сорвала зубами. «О!» — восхитился Диваныч. «Это по-нашему». «Но я-то так не умею». Зубы шатаются ввиду неналичия кальция и достаточных витаминов. «Ну что ж, за него!» — подняв рюмку, предложила Аглая. «Тогда не чокаясь», — сказал управдом. «Чопнемся!» — возразила она. «Для нас он вечно живой». «Вечно живой», — согласился Кашляеве, поднялся, справедливо полагая, что за вечно живых пить надо стоя. Вместе с ним поднялась и хозяйка. Далеко за полночь, уже одевшись в прихожей, Диваныч вернулся к статуе, постоял перед ней почтительно и тихо сказал. «Великий был человек, полководец. Теперь таких нет», — отозвалась Аглая. «И не будет». Полковник заплакал, торопливо смахнул слезу и вышел вон. На другой день был такой же вкрадчивый стук в дверь. Она думала, что опять Кашляев, но, открыв, увидела перед собой старичка, похожего на Калинина. С козлиной бородкой и усиками, в железных очках, в синим суконном пальто, с давнишним пропавшим нокталином, и все же побитым молью кроличьим мехом. И в стеганых бурках с галошами старичок предъявил ей удостоверение инспектора по надзору за эксплуатацией гражданских строений, попросил разрешения пройти и снял галоши. Перед статуей остановился, посмотрел на нее поверх очков, подсокол языком, покрутил головой. «Ой, сударник, какая большая, какая тяжелая вещь! Извините, надо кое-что обмерить!» Он сбросил пальто на стул, а другой стул подтащил к статуе. «Вы позволите?» И, не дожидаясь позволения, полез на стул. Достал из кармана Портновский метр и принялся обмерять статую. «Для чего вы это?» – спросила Аглая. «Ну, как же для чего, миленькая?» «Это, по-моему, очевидно, что прежде, чем высказать мненнице о предмете, его надо обмерить. Я, между прочим, в юности помощником закройщика служил, так что мне эта процедура знакома с тех пор. А закройщик славный был человек, но суровый. Чуть ошибся и следует такая затрещина, что любо-дорого. Строгости нас воспитывали, но с большой пользой». Он по-молодому соскочил на пол, вытащил из кармана блокнот и химический карандаш, снятые размеры сложил и перемножил. И застонал. «Ой, нет, это никак невозможно. Что невозможно?» – спросила Аглая. «Ничего невозможно. Как говорит мой ближайший начальник, габариты не входят в лимиты. Такой тяжести здешнее перекрытие не выдержит. Придется это железо убрать». «Но это не железо», – рассердилась Аглая, – «товарищ Сталин». «Нет, дорогуша», – потряс бородой старичок, – «это не товарищ Сталин». «А сила железа с углеродом, удельный вес около восьми граммов на кубический сантиметр. Тут же буду с вами категорически вещичку надобно вынести». Аглая метнулась к себе в кабинет и вышла оттуда с красной десяткой, которая без всякого смущения протянула гостью. «Вот, возьмите, что это?» – покосился на протянутый старичок. «А вы сами не видите?» – насмешливо спросила Аглая. «Всегда была она убежденным коммунистом, партийным руководителем, очень верила в советскую власть и в советский народ, верила в преданность народа коммунистическим идеалам, в его моральное здоровье и неподкупность. И в то же время не сомневалась, что каждый отдельный член этого народа за пятерку, а тем более за десятку, продаст целиком тело, душу, родину, народ и коммунистические идеалы. Если бы она прочла где-нибудь в романе или в рассказе, что вымышленный актором чиновник получил от вымышленного просителя взятку, она бы немедленно написала в редакцию дневное опровержение, клевета на нашу действительность, наши советские работники взяток не берут и автора подобных злостных измышлений следует наказать по всей строгости. Но в реальной жизни она не могла даже представить себе, чтобы советский служащий, большой или маленький, пренебрег к возможности взять, что дают, или не дать, что просят. А такие люди все же бывали. Конечно, не в каждой области и не в каждом районе, но кое-где, как пережитки прошлого, встречались. И именно таким был описываемый нами инспектор, который сказал решительно, нет уж, спасибо. Мало, что ли, позволила себе насмешку Аглая? Немало, сказал старичок. По моему чину достаточно, только я, милочка, взяточек вообще не беру. «Предпочитаю жить на зарплату, туговато приходится, на душа спокойно. Не снится мне по ночам черный ворон и лязганье тюремных засовов». Аглая смутилась, стала бормотать что-то, что это не взятка, а дружеское подношение. Но и тут старичок не поддался. «Нет уж, извините, и дружеских взяточек не беру. Но вы не беспокойтесь. Придут к вам, может быть, даже завтра, другие, которые побольше меня. Они возьмут. Правда, этой красненькой им будет мало, зато они позволят вам, драгоценное, провалиться вместе с вашей статуей на голову соседей. Но это уже дело не мое. А я пойду писать заключение». Старичок как в воду глядел. Пошли к Аглая косяком один за другим представители всяких контролирующих, инспектирующих и каких-то совсем сторонних организаций. И все они, в отличие от того старичка, брали кто пятерку, кто десятку. Иные вымогали четвертную. В результате сложилась ситуация, о которой Аглая, сосед снизу, Георгий Жуков, говорил так. «Ой, жилец не пьет, не курит и денег требует». По местным понятиям Аглая не была бедной. На книжке ее годами нетронутые лежали, как она сама называла, скромные трудовые сбережения. Когда-то партийный спецкурьер в полувоенной форме с револьвером в брезентовой кобуре, ежемесячно появляясь неизвестно откуда, вручал ей под расписку конверт. Внутри была ее вторая зарплата, которую получали номенклатурные работники за то, что несли на себе груз высокой ответственности. У нее было две зарплаты, но ей при ее образе жизни хватало и одной. Вторую зарплату она целиком относила к сберкассу. И не только постороннему завистливому взгляду, а и ей самой накопленная сумма представлялась богатством большим и неиссякаемым. Но богатство это оказалось недостаточным для прокормления всех местных проверяльщиков. Скромные сбережения таяли на глазах, а проверяльщики становились все наглее и ненасытнее. Адмирал считал, что, развенчав Сталина, Хрущев совершил фатальную ошибку. Нарушил главный неписанный закон ЭПНМЭ, согласно которому ничто не должно подвергаться сомнению. Если разрешено ругать Сталина, значит, можно усомниться и в Ленине. А если не верить в непогрешимости Ленина, то возникает соблазн задуматься и насчет ЭПНМЭ. Настолько ли оно правильно? ЭПНМЭ, утверждал Адмирал, как автомобильная шина. На ней можно уверенно ехать, пока она герметична. Проткнуть одну дырку, и ее уже надо менять. «Или клеить», — сказал я. «Или клеить», — согласился Адмирал. «Но это же будет клееная шина. А идеальная ЭПНМЭ, в отличие от шины, должна иметь репутацию непротыкаемого ни при каких обстоятельствах». С осени 1961 года у многих жителей Долгова, а точнее у всех, появилось ощущение, что в жизни города и района что-то непоправимо нарушилось. Памятник снесли, словно из колеса выдернули ось. Не стало центра, вокруг которого все вращалось. Пока Сталин стоял на месте, он был незыблемым ориентиром и в буквальном топографическом и вином метафизическом смысле. Когда случайный пришелец спрашивал местного жителя, как ему дойти до какого-то места, ему говорили, пойдешь прямо, дойдешь до памятника, там повернешь направо или налево, или пройдешь еще дальше. А теперь не памятник, а пустой постамент с надписью, который кто-то пытался затереть, но не до конца. И.В. Сталин. Этот гранитный куб действовал на воображение людей странным образом. Глядя на него, они остро чувствовали, что на нем кто-то должен стоять. А если никто не стоит, то во всей жизни не хватает важного стержня, в отсутствие которого можно многое, чего раньше было нельзя. Говорят, что именно с тех пор дети стали меньше слушать родителей, упала дисциплина на производстве, увеличился оборот от продажи народу алкогольных напитков, возросло количество абортов и преступлений, связанных с посягательством на жизнь, честь и имущество граждан, жители Долгова, конечно, и раньше на бытовой почве и по праздникам пыряли друг друга ножами, закалывали вилами, забивали кольями. Это все было данью старым обычаям. А после свержения статуи начало формироваться явление, названное впоследствии беспределом. Прокурор Строги был уличен в растлении собственной малолетней дочери. Примерно тогда же в районе появился первый за всю историю этих мест серийный убийца, которым оказался преподаватель марксизма-ленизма в техникуме культуры. Причем он же постоянно выступал в газете «Долговская правда» со статьями на темы советской морали. На аллее славы неизвестные вандалы осквернили несколько могил, повалили надгробья, сделали на них хулиганские надписи и особое внимание уделили могиле Розенблюма, камень на ней расколотили кувалдой. А что касается статуи Сталина, то они в городе распространились слухи один другого нелепия. Жившие под огла и соседи точно слышали, кто-то тяжелый ходит ночами на втором этаже. Слышали шаги и скрипят балки. Качается люстра и штукатурка сыплется с потолка. Потом кто-то видел фигуру, бродившую в сумерках по пустырю. Как-то поздней ночью и после большой пьянки, выйдя на улицу покурить, Георгий Жуков увидел сидящего на скамейке старика в военной шинели. Он сидел сгорбившись и курил трубку. Жуков подошел к нему сзади и сказал, «Папаша, не дадите ли прикурить?» Папаша повернул к нему лицо и Жуков увидел, что лицо у старика железное, а глаза большие, с дырками вместо зрачков и при этом смотрит прямо на Жукова. «Извиняюсь», сказал Жуков, и тихонечко отошел. Поднявшись к себе, он достал утаенную от жены, в сапоге чекушку опорожнил ее, лег спиной, к жене и спал ровно четверо суток, что было официально удостоверено в его больничном листе. С тех пор в жизни Жукова ничего не случилось, кроме того, что он бросил курить, но пил даже больше прежнего, а вот с курением покончил раз и навсегда. И вовсе не с целью сохранения здоровья, а просто так, бросил и все. Утром после своей литургии встал, схватил натощак папиросу, пошел в уборное, расположился, поднес к папиросе спичку и вдруг, как вспомнил глаза железные с дырками, так и курить расхотел. О своем ночном видении Жуков никому не рассказывал, но к другим разговорам о таинственном железном старике прислушивался. Разговоры шли и чем дальше, тем больше. Говорили, что кто-то где-то встречал его. Имя встреченного люди старались не называть. То в железном виде, то в обыкновенном, вроде он расспрашивал, как живут в районе простые люди, не притесняет ли их начальство и само не слишком ли жирно живет. Были и такие свидетельства, что каждый раз в полнолунии статуя взбирается на пьедестал и стоит там с поднятой рукой, но немедленно исчезает, растворяется в воздухе, как только приблизится к ней живой человек. Впрочем, все это было не больше, чем слухи, к которым относиться следует с большой осторожностью. Среди граждан города Долгова и его окрестностей всегда было достаточно диких и доверчивых людей, которые верили в знахарей, экстрасенсов, шпионов, во всемирный еврейский заговор, в колорадских жуков и в мумиё. там же я знавал фантазёров, которые, по их словам, лично встречались с чертями, привидениями, домовыми, лешими, водяными, ведьмами, инопланетянами и даже летали на их тарелках в веные галактики. Разумеется, просвещенному человеку верить во всё это вовсе не обязательно, но что дух Сталина после его смерти много лет витал над Долговским районом, над всей территорией Советского Союза и над более обширными пространствами, это есть факт исторический и непреложный. Слухи о самовольных передвижениях статуи Аглая оставляла без внимания, зная точно, что её железный жилец никуда не ходит. Но иногда ей казалось, что и никуда не ходя, он всё-таки реагирует на события всесоюзного или местного масштаба, а некоторые из них предощущают заранее, она стала замечать, что как только в стране назревает что-то приятное по её разумению, он начинает изнутри не то, чтобы светиться, чуть-чуть светлеть, настолько чуть-чуть, что вряд ли какая-нибудь экспертная комиссия с самыми чувствительными приборами могла бы это определить. Так же, как и выражение лица, менявшееся неуловимо. Впрочем, Аглая сама себе полностью не доверяя, сомневалась, уж не мерещится ли. Но почему-то мерещилась всегда кстати. Сегодня померещилась, а завтра что-то случилось. Однажды, проснувшись позже обыкновенного утром при ярком солнце, глянула она на своего железного постояльца и увидела, что покрылся он слоем пыли, устыдилась, налила таз теплой воды, взяла губку, туалетное мыло, поставила рядом стол, на стол табуретку с тазом, на другую табуретку сама залезла и с риском для жизни принялась за дело. Скульптор огорода все сделал по-настоящему и ноздри просверлил, и ушные раковины прокорябал с заковыристыми углублениями, и везде там набилась пыль, она, намотав ватку на шпильку для волос, дырки эти прочистила, когда мыло говорило слова, которые сыну родному от нее слышать не приходилось. сейчас приговаривала по моему головку, глазки, носик, ушки, плечики, грудку, спинку, животик, и дошла до места, где между распахнутыми полами шинели находился нижний край кителя, а под ним как раз начинались ноги, и то место, где они начинались, Аглая внезапно смутила. Место, собственно говоря, было гладкое, какое могло быть только у существа женского пола или вовсе бесполого, и почему-то это Аглая странным образом озадачила. Она вдруг подумала сама на себя рассердилась, но от сомнений не избавилась. А что же на этом месте было у живого товарища Сталина? Думать, что на этом месте у него что-то было, она не могла. Но и представить себе, что не было ничего, оказалось еще труднее. Она сама себя обругала, назвала дурой и старой дурой за то, что у нее возникает вообще подобная мысль. Эти мысли она отгоняла, но они опять возвращались и смущали ее. Она понимала, что Сталин был человеком, но вообразить, что он ходил в уборную и зачинал детей, не могла. Эти соображения до невозможности глупые, тем не менее посещали ее, и она стала за собой замечать, что обтирая статую, смущающую ее место, старается обойти. Через некоторое время увидела, что везде он чистый, а в этом месте не очень. Стала мыть везде одинаково, но определенного смущения избежать не могла. Разумеется, она ни с кем своими сомнениями не делилась, и никому не давала повода для слухов, которые вскоре стали расползаться по городу. Будто она со статуей живет как с мужчиной, казалось бы, что за чушь, как живой человек может жить с чугурным извоянием, кажется, это и представить себе нельзя, но люди в долгове, как уже сказано, были доверчивы до невозможности. Женский опыт Аглави был сравнительно скромным и не очень удачным. Конечно, у нее был муж Андрей Ревкин. Случались пару раз за жизнь еще какие-то короткие связи. Но близость с мужчиной никогда не приводила ее в то состояние, о котором она слышала от других. Младшая сестра Наталья рассказывала ей, что близость с мужчиной возбуждает ее до того, что она просто звереет и испытывает ни с чем несравнимое чувство неземного восторга. Это чувство она называла оргазмом. На просьбу описать это точнее Наталья закатывала глазки и хихикала. «Ты думаешь, это можно передать словами? Это ты знаешь, это ну просто что-то такое». Более вразумительного объяснения Наталья придумать не могла. Но Агла ее каким-то образом понимала. У нее бывали случаи кое с кем, даже вот шалейка, когда это просто что-то такое чуть не состоялось. Но ведь не состоялось же ни тогда, ни до и ни после. Кроме, впрочем, одного случая. Осенью 1939 года она ездила в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Ее туда послали как передовика сельскохозяйственного производства, так была оценена ее партийная активность. На выставке само собой встречи, речи, банкеты, а потом слет ударников социалистического труда в колонном зале Дома Союз. Среди гостей были известны на всю страну люди, герои пятилеток, хлеборобы, столевары, шахтеры, участники всяких зимовок, перелетов и спортивные чемпионы. Здесь были шахтер Алексей Стаханов, трактористка Паша Ангелина, летчик водопьянов, артист Михаил Жаров. Рядом с Аглай в четвертом ряду сидел знаменитый паровозный машинист Петр Федорович Кривонос. Он водил очень тяжелые поезда и прославился так, будто поезда эти таскалон сам, а не управляемый им паровоз. Все долго рассаживались, потом чего-то ждали, глядя на полутемную сцену, на стол, покрытый красным сукном и на ряды графинов на нем. Вдруг сцена ярко светилась, и из-за правой кулисы к столу пошли гуськом члены политбюро. Кривонос стал шептать Аглай на ухо имена вождей в порядке появления. Она сама знала всех, но не могла себе представить, что вот они рядом, живые, они на портретах Ворошилов, Буденный, Калинин, Микоян, Гаганович, Шверник. Участники слета приветствовали и вождей, стоя бурными аплодисментами, и вожди участникам слета тоже похлопали. Вожди стали садиться, и Калинин показал двумя руками, что и публика может сесть. «Почему-то товарища Сталина нет», шепнул Кривонос Аглай. «Наверное, очень занят», предположила она. «Товарищ Сталин всегда очень занят», сказал Кривонос, «но для людей труда у него всегда время находится». Не успел он это сказать, как из-за левой кулисы вышел и не спеша двинулся в сторону Президиума, человек небольшого роста с усами в скромном полувоенном суконном френче. «Слава товарищу Сталину!» вскакивая заревел парвозом Кривонос. Весь зал поднялся в едином порыве, скачала вместе со всеми Аглая, «И вот тут это что-то такое!» Охватила ее внезапно и всю целиком, словно молния пронзила насквозь все ее тело, невероятный жар вспыхнул в груди, опустился вниз живота. Не управляя собой, она вцепилась в спинку впереди ставившего стула, закричала и лопнула, как ей самой показалось. Придя в себя, она испугалась, что сосед заметил и догадался, что с ней произошло, но сосед не догадался, он сам в это время иступленный, бессвязно что-то попил, и потом Аглая думала, что, наверное, не только с ней это случилось, а со всеми, кто там колотился в истерике. Когда-то Аглая подправила документы и прибавила себе семь лет, чтобы пареньше вступить в борьбу за установление советской власти. В 1962 году она еще и по документам соответствующего возраста не достигла, но была выпихнута на пенсию с учетом фронтового стажа. При этом пенсию ей дали не персональную, которую она всей жизни своей преданностью партии и правительству заслужила, а обыкновенную, составившую с надбавками за выслугу лет 82 рубля 60 копеек. При таком доходе прежде чем кусок мыла купить подумаешь. Тем более, что она непростое покупала туалетное, по 30 копеек кусок, правда, расходы на проверяльщиков наконец прекратились, Сталин не проваливался, жильцы привыкли, перестали жаловаться, и оглаю никто не трогал. Освободившись от повседневных служебных обязанностей, она почувствовала себя совершенно непрекаянной, не знала чем бы заняться, не на лавочке же сидеть со старухами и слушать их жалобы на ревматизм и несварение желудка, или изложение снов, рассказы о проделках внуков и рецепты засолки огурцов. Надумала взяться за английский язык, и даже достала где-то самоучитель для начинающих, но неделю промучилась и сдалась. Да и зачем он ей нужен, этот английский, если бы даже и выучил? Но однажды глянула на книжную полку, там собрание сочинений Сталина занимало у нее славное главное место. Взяла наугад шестой том, открыла его на работе об основах ленинизма и поняла свою задачу на ближайшее будущее. Она будет учить эту работу наизусть изо дня в день по одной странице 120 страниц это всего лишь 4 месяца работы. К вечеру того же дня она устроила себе место для ежедневных занятий. Подтянула к ногам статуи медвежью шкуру шкуру бросила туда же две подушки общую тетрадь и самописку завода союз принесла из кабинета и поставила рядом настольную лампу выпила рюмку водки отхлебнула из кружки чая и принялась за дело началось предисловие. Основа ленинизма прочла она сама себе вслух тема большая и подумала еще бы очень большая для того чтобы ее исчерпать было написано далее необходимо целая книга одной книги мало подумала аглая и к радости своей полностью совпало в мыслях с автором более того необходим целый ряд книг было сказано у него ободренная она стала читать громко с выражением любой собственным голосом прокуренным хрипловатым изложить основы ленинизма это еще не значит изложить основы мировоззрения Ленина она представила себе Сталина не статуя живого которого она видела тогда в колонном зале вообразила как он медленно ходит из угла в угол по комнате и покуривая трубку диктует раздумчиво с легким грузинским акцентом мировоззрения мировоззрения основ марксизма не следует согласилась агла и закрыв глаза решила повторить весь абзац изложить основы мировоззрения это значит споткнулась это значит что значит не вспомнила заглянула в книгу это не значит ах это не значит изложить основы ленинизма это еще не значит изложить основы мировоззрения Ленина в конце концов она это предложение запомнила но дойдя до конца абзаца последние слова в памяти удержала а первые забыла решила не сдаваться и каждый вечер располагаясь у ног монумента читала повторяла конспектировала опять повторяла голова не привыкшая к столь высокому напряжению раскалывалась на дело все-таки продвигалась правда медленно за две недели дошла до вопроса и так что такое ленинизм три недели одолевала эту страницу но что такое ленинизм не поняла да и автор вроде тоже не понял потому что долгий разбор ленинских мыслей завершил тем же вопросом что же такое в конце концов ленинизм тем временем в стране происходили с точки зрения аглаи черт знает какие события лысый ездил в Америку побывал в штате Айева посмотрел как там буйно растет кукуруза и решил что недостатки колхозной системы можно компенсировать если засеять пространство от кушки до тундры этим волшебным злаком сказано сделано засадили всю страну кукурузой не растет разделили партию на сельские и городские обкомы не растет преобразовали министерство в савнархозы а кукуруза опять не растет не хочет плюнули на кукурузу приступили к реформе русского языка в соответствии с которой заяца собирались называть заяц и писать на бумаге огурцы вместо огурцы в 62 году разразился карибский кризис лысый послал на кубу корабли с ракетами чтобы установить и направить их на америку американцы сказали что никогда этого не допустят отрядили в кубе свои авианосцы и подводные лодки лысый не отступал американский президент Кеннеди не сдавался два дня длилась война нервов расстояние между флотами двух супердержав сокращалось наиболее чувствительные американцы глотали нитроглицерин и выпрыгивали из окон высоких этажей советские люди не имея достаточной информации не беспокоились и в окна не лезли но некоторые осведомленные обеспокоились в те дни Марат написал Аглая что над островом собираются тучи синоптики предвещают тайфун поэтому он отправил жену с ребенком на родину но поскольку тайфун может достичь и Москвы то не лучше ли Зое и малолетнему Андрею Маратовичу навестить бабушку бабушка ответила что на ее взгляд в обществе происходит дальнейшее разложение центральной печати появляются все более псевдоисторических материалов о Сталине и его соратниках в народе ходят мерзкие анекдоты люди открыто слушают зарубежные радиостанции пишут и распространяют антисоветские произведения а партия чем дальше тем больше засоряется чуждым элементом людьми вступающими в нее только ради карьеры использования своего положения в грязных делах пока письмо шло от долгова до гаваны кризис благополучно разрешился и необходимость посещения внуком бабушки отпала в том же 62-м прошел вслух о новочеркасском восстании жестоко подавленном войсками с применением танков у Аглая к этому событию отношение было двоякое она сочувствовала рабочим выступившим против антинародного режима и против лысого но не сомневалась при этом что такие восстания должны подавляться именно как антинародные и самым суровым образом узнав что зачинщиков восстания расстреляли она возмущалась и тем что расстреляли и что расстреляли мало не успела заглохнуть это событие как произошло еще одно совсем уже неприятное принятое к сердцу намного ближе чем карибский кризис в журнале новый мир давно известным своим критиканством была напечатана повесть никому неизвестного зэка которого сразу же объявили великим писателем и герои в этой повести такие каких в советской литературе еще не бывало ни колхозники ни рабочие и ни трудовая интеллигенция а заключенные и не те что случайно сбили с пути и стали на пути исправления а политические враги народа изображены как хорошие люди которые ни за что пострадали а воину внутренних войск автор расписал в самом черном свете и назвал попками и что хуже всего читатели оказались настолько политически незрелыми что кинулись на это сочинение передавали из рук в руки а при встрече друг с другом понижали голос оглядывались и спрашивали а вы читали аглая прочла начало страниц шесть или семь и сказала сама себе что до этого журнала она больше никогда не дотронется но к сожалению эта повесть оказалась не единственной подобного рода то в том то в другом журнале толстом или тонком или в газете появлялись повести рассказы стихи статьи фельгетоны авторы которых оплевывали советскую историю а уж что они писали про Сталина даже пересказать нельзя без отвращения Ленина он обманул Ленинскую гвардию уничтожил Кирова убил интеллигенцию истребил крестьянство разорил армию обезглавил к войне не подготовился сам прятался в бункере и критики не терпел потрясший оглаю сочинение неизвестного зэка который сразу стал очень известным после нового мира тут же вышло массовым тиражом в роман газете отдельным изданием в твердом переплете и еще одним в мягкой обложке и распространилось по всей стране немедленно и тотально словно гонконгский гриб в Долгове тоже люди забывшие про все на свете только об этой книге и говорили спешили ее прочитать а прочитав выражали свои восторги в самых возвышенных выражениях а кто не был в полном восторге тот по нашему мнению был или глуп или еще хуже выполнял задание органов первым обладателем повести оказался конечно Марк Семенович он привез журнал из Москвы где получил его от самого автора которого знал лично по ханты мансийской тайге привезя журнал Марк Семенович давал его читать разным людям среди которых оказался и я что правда мне удалось с очень большим трудом Шопкин сказал что у него очередь поэтому он даст мне журнал не больше чем на два часа вы что смеетесь сказал я разве можно прочесть целую повесть за столь короткое время а в чем дело удивился Марк Семенович здесь всего-то сто двадцать страниц разве вы не можете читать со скоростью одна страница в минуту впрочем тут же он спохватился ах да голубчик я забыл вы ведь даже партиторным чтением не овладели в конце концов я у него выпросил журнал до следующего утра продержал до обеда потому что радость открыть ищел нужным поделиться с адмиралом тот как раз партиторным чтением владел адмирал попросил меня погулять и пока я ходил в магазин на почту и в дом управления он уже все прочел повесть ему понравилась неплохо сказал он и это была очень высокая в его устах похвала для него Анна Каренина отцы и дети братья Карамазовы Серпионовы братья были написаны неплохо правда существовала еще более высокая оценка недурно она относилась к войне и миру мертвым душам Евгению Онегину Илиаде божественной комедии и это кажется все собственно говоря у него было всего четыре оценки для того что можно читать недурно неплохо ничего так себе и пятое для того что читать не стоит ни при какой погоде ниже сапога к пятой категории относилась вся советская литература кроме Тихого Дона большая часть современной западной литературы и Габриэль Гарсия Маркес Обычно я оценки адмирала принимал с иронией а тут мне было не до шуток глупым я его не считал а в связи с органами тоже подозревать его не хотелось я стал с ним спорить что повесть написана недурно а он говорит неплохо а я говорю недурно а он неплохо а я говорю а я с вашим мнением не согласен а он говорит вы не можете быть с моим мнением согласны или не согласны потому что у вас никакого своего мнения нет а что же у меня есть у вас есть представление о том что в соответствии с настроениями определенного круга людей в определенное время надо иметь о таком-то предмете такое-то мнение и вы в вашем кругу выработав представление которое считаете своим мнением устраиваете террор против несогласных и если я говорю что я думаю о предмете то-то и то-то то не то что по вашему мнению и мнению вашего круга я о нем нет что я о предмете то-то и то-то но не то что по вашему мнению и мнению вашего круга я о нем должен думать и вы не можете даже себе представить что это мое собственное честное мнение вам легче вообразить что я говорю это из каких-то комплексов, или еще хуже, с чужого голоса, кому-то в угоду, или он посмотрел на меня пристально, или даже по чьему-то заданию. Вы ведь так думаете, правда? Согласиться, что я, адмирала, в самом деле в чем-то подозреваю, я, конечно же, не посмел и выслушал от него, что я и такие, как я, ан главного эпенеме, отрешилась, но в душе все равно остались эпенемистами, и пытаемся каждый частный случай объяснить единственно правильно и научно, не допуская иных толкований. Кажется, я, адмирала, таким возбужденным еще не видел. Что ж, сказал я ему, я вижу, для вас вообще никто не авторитет? Совершенно верно. Для меня никто не авторитет. Ну как же, растерялся я, я не понимаю. Ведь должен быть кто-то, чьему мнению вы можете доверять. А я не понимаю, почему я должен кому-то доверять больше, чем самому себе. Что же касается вашего кумира, то я вас уверяю, пройдет немного времени, вы к нему охладеете и найдете себе другого. Никогда в жизни, сказал я. Адмирал предложил пари, я его принял. Условия, сказал адмирал, запишем на бумаге, а то вы потом одобретесь. Я согласился и сочинил нечто вроде расписки. Что я, имя рек, утверждаю, что такое-то относится к числу величайших писателей всех времен и народов. Это мое твердое мнение вряд ли будет когда-нибудь изменено. Мне очень неприятно в этом признаваться, но прошло лет, может быть, пятнадцать или двадцать. Я мимоходом зашел проведать адмирала, к тому времени уже постаревшего, и застал его за чтением какой-то книги. Я спросил, а что это вы читаете? Не читаю, а перечитываю, ответил он и показал мне обложку. Я сказал, охота вам тратить время на всякую чепуху? Он взглянул на меня не без иронии. А вы что, плохо относитесь к автору? Да я к нему никак не отношусь, пожал я плечами. И тогда адмирал, вот злопамятный человек, попросил подвинуть к нему стоявший на другом конце стола старинной рассовшуюся шокотулку. Со злорадной усмешкой открыл ее, достал какую-то бумагу и протянул мне, спросив, вам знаком этот почерк? Кровь, как говорится, ударила мне в лицо. Я не мог себе представить, что память моя сыграет самую такую злую шутку. Я совершенно забыл, что именно этого писателя искренне обожал и ставил в самый высокий ряд мировых классиков. Пожалуй, это одно из самых для меня неприятных признаний, но, будучи человеком исключительно честным, я не могу его не сделать. Тем более, что из этого я извлек некое умозаключение, что, произведя живого человека в кумиры, мы только таким его признаем. А как только усомнились в его божественных качествах, то сразу свергаем его в пропасть, уже даже и действительных достоинств в нем не замечая. Уходя от адмирала в большом смущении, я ему сказал, ну да, конечно, я тогда в определенных обстоятельствах, может быть, преувеличил, стыжусь. Но вы-то зачем сейчас это читаете? Ну, сказал адмирал с кроткой улыбкой. Я это читаю, потому что это написано местами очень даже неплохо. Если мнение адмирала я, по крайней мере, задним числом признаю, было честным и непредвзятым, то не могу того же сказать о Шубкине. Сначала он распространял сочинение своего бывшего салагерника направо и налево. Сам расхваливал его до небес, а потом сам же и позавидовал. Приревновал его к успеху и стал говорить, что сам-то он видел еще не такое, а писать мог бы не хуже, только времени не хватает. И даже нашел в повести несколько недостатков, говорил, что лагерная жизнь изображена в ней односторонне. Автор показывает лагерь так, как будто там сидели только так называемые простые люди. Он не заметил настоящих интеллигентов, людей высоких устремлений, идейных борцов, которые, несмотря ни на что, сохранили верность своим убеждениям и идеалам. К тому времени в нашей среде уже сложилось определенное мнение, что Шубкин человек хороший, общественно активный, одаренный, может написать неплохой рассказ, очерк, стихотворение, письмо в ЦК КПСС, но вряд ли способен на большую литературную работу. И вдруг однажды встречаю я Шубкина в парикмахерской, где он подправлял края своей лысины за ушами. Он спросил меня, что вы сегодня вечером делаете? А что? Ничего, но если вам нечего делать, заходите в часико в семь. Я спросил, а зачем? А он загадочно, придете, узнаете. Я, конечно, пришел. А там уже куча народу. Его воспитанники Влад Распадов, Света Журкина, Алеша Коновалов, еще кто-то, я уж не помню. Сту ливни хватило, тем более, что их было всего два. Мы расселись, кто на кровати, кто на полу, кто на подоконнике. Сам Шубкин устроился в продавленном кресле под торшером с соломенным абажуром. Антонина разнесла гостям чай, кому в стакане, кому в чайной чашке, кому в пол-литровой банке. Мне достался в банке из-под майонеза. Сам Шубкин пил не чай, а кефир. Отхлебывал его прямо из широкого горлышка молочной бутылки. Отхлебывал и ставил бутылку прямо на пол к левой ноге. На журнальном столике на блюде лежала гора пирожков с повидлом, которые мы быстро превратили в пустыню. Итак, хозяин сидел в кресле, держа в руках светло-коричневую картонную папку с надписью большими буквами к докладу. С жирным кругом от сковородки и с шелковыми, сильно захватанными тесемками. На него это было не похоже. Но он явно волновался, нервничал. И все его раздражало. Трепещущими пальцами он развязал тесемки, достал первый лист, поправил на носу очки и начал читать. «Видели ли вы, как падает подрезанная под корень мачтовая сосна?» Я подумал, что это подражание Гоголю, и дальше последует «Нет, вы не видели, как падает подрезанная под корень мачтовая сосна?» Тут в дверь вошла черная кошка, Шурочки-дурочки. Пересекла комнату, прыгнула ко мне на колени. Я ее погладил, чтобы притихло. Но она стала мурлыкать. Шубкин прекратил чтение и уставился на меня с молчаливым упреком, так будто я мурлыкал. Я смутился и вышвырнул кошку в коридор. «Видели ли вы, как падает?» Начал опять Шубкин, но кошка стала царапаться в дверь. Распада вышел в коридор и топнул на кошку ногой. «Видели ли вы?» Прочел снова Шубкин, но тут в комнату влетела оса и стала жужжать, тычась в стекло. Гнали ее всем миром в форточку. Она никак не могла понять наших намерений, чтобы ему сердим билось в стекло, пока Антонина не пришибла ее полотенцем. Форточку на всякий случай закрыли. Все замерли и сидели тихо, не шевелясь, чтобы ни стул, ни кровать не заскрипели. Но только Шубкин открыл рот, как за стеной раздалось отчетливо. «Мировоззрение Ленина и основа ленинизма – ни одно и то же по объему. Ленин – марксист, и основой его мировоззрения является, конечно, марксизм, но из этого вовсе не следует, что изложение ленинизма должно быть начато с изложения основ марксизма». «О, Господи!» – Антонина всплеснула руками, а остальные засмеялись, распадов при этом заметил. «У нас, насколько я понимаю, сходные темы». А Света Журкина не поняла. И кивнул Настину, спросила, кому и что соседка читает. «Это сталинская работа «Основа ленинизма», – узнал Шубкин. «А кому она это читает?» «Сталину», – сказал Распадов. И опять все засмеялись. «Мировоззрение Ленина», – повторила за стеной Аглая. «Ладно», – тихо сказал Шубкин, – «я продолжу, а вы не обращайте внимания». «Видели ли вы, как падает подрезанный под корень мачтовая сосна?» «Дальше пошел не Гоголь, а что-то другое. Сосна падает прямо и не сгибаясь, как сраженный вражеской пулей гвардеец». «Образ, конечно, вычурный и неточный. Что за гвардеец? И с чьей гвардии? В какой ситуации он сражается? И почему падает, не сгибаясь?» «Я никогда не видел сраженных гвардейцев. Но почему-то мне кажется, что сраженные пули, и они падают по-разному, как и прочие люди». «Впрочем, я даже мысленно придираться не стал, тем более, что повествование посепенно меня захватило. Шубкин исполнял свою задачу художественно, интонационно подчеркивал определенные фразы или слова. Диалоги читал на разные голоса, то басил, то поднимался к фальцету, каким-то образом изображал даже скрип снега, звук бензопилы дружба и треск падающего дерева». Первая глава, как потом объяснил сам автор, была камертоном ко всему произведению. Речь шла о бригаде заключенных на лесоповале. Это была лучшая бригада в данной лагерной области. Возглавлял ее Алексей Константинович Наваров, большевик, герой революции и гражданской войны, случайно избежавший расстрела. Будучи вообще-то очень уже опытным лесорубом, Наваров совершил ошибку и был задавлен спиленной им же сосной. Надо сказать, что Шубкин описал довольно ярко красавицу сосну, как ее подпиливали под корень, а она стояла, не шелохнувшись. Уже весь ее ствол насквозь пропилили, а она еще стояла. И тогда Наваров подсек ее топору. Она стала поворачиваться вокруг собственной оси, и крона ее на фоне чистого неба кружилась, словно в каком-то убыстряющемся танце. И вот все дерево стало крениться в кружении и рухнуло наконец, с оглушительным треском ломая ветви сосен, стоявших рядом, и подминая под себя кусты. Работавшие рядом зэки не сразу услышали слабый стон, а когда побежали, увидели, что под сосной лежит задавленный ею большевик Наваров. Он лежал вдавленный в снег, сосной на груди, она была огромная, ни сдвинуть ее, ни вытащить из-под нее задавленного было невозможно, а резать сосну на части долго. Герой повествования, вроде бы сам Шубкин, рассказ ушел от первого лица, подбежал к задавленному, когда тот был еще жив. Он, понизив голос, читал Шубкин, лежал с запрокинутой головой. Из угла его рта шли и лопались кровавые пузыри. Кровь текла из носа и правого уха. Я приблизился к нему, думая, что он без сознания, и уже хотел отойти, как вдруг заметил, что один глаз у него открылся и смотрит на меня, а губы шевелятся, шепча что-то, очевидно, очень важное для него. Преодолевая страх, я приблизил ухо к его губам и услышал слова, поразившие меня на всю жизнь. «Читайте Ленина!» прохрепел Наваров. «Сегда читайте Ильича! Читайте его, когда вам будет легко! Читайте, когда будет трудно! Когда заболеете, когда будете умирать, читайте Ленина! И вы все поймете, все преодолеете! Читайте Ленина!» Не буду подробно описывать, как мы все первые слушатели лесоповала были потрясены этой сценой и с каким интересом следили дальше за историей человека, который, пройдя через ад сталинских лагерей, не утратил веры в светлые идеалы. Эта вера помогла ему пройти через нечеловеческие испытания. И он вышел на волю таким же непоколебленным, преданным этим идеалам, каким когда-то ее покидал. Разумеется, я к тому времени был уже весьма испорченным человеком. Разговоры о светлых идеалах меня раздражали, но в данном случае, хотя в романе речь шла о коммунисте-ленинце, но все-таки там описывались сталинские лагеря, следственные изоляторы, пересылки, карцеры, следователи, конвоиры, оперуполномоченные, стражевые собаки. Короче говоря, время для подобных сочинений еще не наступило, и не видно было, что скоро наступит. Для романа еще не наступило, а для ст. 70 Уголовного кодекса антисоветской агитации и пропаганды от трех до семи лет лагерей. Оно еще не прошло. Так что это был не просто, как говорится, творческий подвиг, но и проявление гражданского мужества. Причем, ведь автор уже и так нахлебался всего этого по горло. Подобная ситуация, конечно, влияла на восприятие всего произведения, и я им был покорен. И хотя, конечно, у меня были некоторые сомнения, я шубкинский лесоповал потащил к адмиралу на его лесосклад. Ну что, прибежал я к нему на другое утро, что вы об этом скажете, не дурно, а? Адмирал надел очки и долго глядел на меня поверх стекол. Если смотреть поверх, то зачем было надевать? «Вы хотите сказать неплохо?» смутился я. «Нет», ответил мне адмирал, «пожалуй, могу сказать про вашего Шубкина, что как писатель он слаб, как мыслитель он глуп, а в остальном я перед ним преклоняюсь». «Говорит Би-Би-Си, западные корреспонденты передают из Москвы, что Никита Хрущев смещен с поста первого секретаря и выведен из состава президиума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. И дальше загалдели, завыли давно не включавшиеся глушилки. Аглая оторвала голову от подушки и стала думать, приснился ей этот текст или в самом деле был произнесен. Западные корреспонденты передают. Опомнившись, она кинулась к телевизору. Было еще раннее утро, но по первому каналу уже показывали детский мультипликационный фильм «Девочка и медведь». А второй канал пока не работал. У Аглая был старый репродуктор в виде тарелки. Она включила его и целый час подряд слушала передачи. На зарядку становись для тружеников села Пионерской, Зорька, в гостях у композитора Туликова. В конце концов, дождалась новостей. Но в них ничего, кроме полета трех космонавтов, битвы за урожай, задутия где-то дом на испуск канаводу нового дизель-электрохода. Имея большой опыт потребления советской прессы, она из неуслышанного извлекла определенную информацию. Дикторы о Хрущеве не сказали ни слова. Но само это полное неупоминание столь обязательно упоминаемой личности было признаком того, что Би-Би-Си бросает слова на ветер не зря. Одевшись поприличней, она вышла из своей квартиры и постучалась к Шубкину. Тот вышел к ней желтый, набритый, во фланелевой пижаме. — Вы, — удивился он, увидев Аглаю, — ко мне? — К вам, — сказала Аглая. — Заходите. Он посторонился, прикрывая подвороток и ежесь, и сказал только, — Прошу не кусаться, я заразный, у меня грипп. — Не бойтесь, — смиренно сказала Аглая. — Я только спросить хотела. — Это вот ваше... Она хотела и спросить, и выразить презрение к предмету, которым интересовалась. — Би-Би-Си ваше. Оно правду говорит? — Врет, — радостно оживился больной. Они всегда врут, но все, что они врут, в жизни как раз случается. Ничего не ответив, соседу Аглая вернулась к себе, и тут и охватил такой бурный восторг, что, подавшись ему, она кинулась к своему железному кумиру, обнимала его, целовала, нос об него ушибла, смеялась, плакала, выкрикивала бессвязно — Прогнали! Прогнали лысого! Коленом под жопу, как собаку прогнали! Она прыгала, дразнила невидимого своего врага, кривила губы и высовывала язык, приговаривая — наш любимый, дорогой, дорогой и очень драгоценный, кукурузник, совнархозник, навозник. А вечером к ней явился без спроса и Зова Диваныч. В парадной, полковничьей форме, немного почищенной, подштопанной, и все пуговицы на месте, сверкая металлом зубов орденов и медалей. Пришел не с пустыми руками, с алой гвоздикой и двумя бутылками молдавского коньяка по четыре рубля двенадцать копеек. — Позвольте мне, огластепно, — сказал Диваныч, с неожиданной для него церемонностью, по случаю знаменательного события, расцеловать ваше по-братски, как говорится, по фронтовому щечку. И после такого предисловия он поцеловал Аглаю в левую щеку и в правую, а потом, как вампир, впился в губы и даже попытался употребить язык в качестве физического намека, но она его оттолкнула довольно резко. — Ты что? — спросила она, сердит. — А что, нельзя? — простодушно спросил Кашляев. — Незачем, — сказала она. — Я пенсионерка, меня на базаре уже бабушкой зовут. — А я дедушка, — сказал Диваныч. — Мне дочку-внучку нагуляла. — Чем более, — сказала Аглая, — дедушка, руки распускаешь. — В умеренных пределах, — сказал Диваныч, — я человек военный. — Если, говорят, — можно, я, грубо говоря, продвигаюсь вперед. — Если, говорят, — нужно, поднимаюсь в атаку, а если нельзя, отступаю, но никогда не сдаюсь. Все-таки ей было лестно. После шалейка за ней никто не ухаживал. По случаю праздника, который Аглая пожелала отметить вместе с ним, она накрыла скатертью стол в его комнате. Первую рюмку за него и выпили. Он светился неуловимо и благодушно. «Я себя чувствую, как 9 мая 45-го, сказала Аглая. А я, признаться, уже не верил, что такое сбудется». «И напрасно не верил, сказала Аглая. Сталин учил нас, что веру терять нельзя никогда. Помнишь его причоб этих, которые, ну, на лодке? Буря. Одни испугались, ручки сложили, и все, их волной накрыло. И прощай, мама. А другие не сдаются, гребут, гребут». Она стала раскачиваться на стуле, изображая нечто подобное гребли. «Гребут навстречу волне и ветру, не теряют уверенности». «Слушай», перебила сама себя. «А как ты думаешь, что теперь с лысым сделает?» «Посадят, я думаю», сказал Диваныч, откусывая уж протиным головку. «А я думаю, расстреляют», мечтательно сказала Аглая. «Ну нет», возразил управдом. «Сейчас не те времена. Сейчас все-таки восстановление ленинских норм и социалистической законности». «Да что ты, полковник, ты что? Какая социалистическая законность?» «Вот когда лысого расстреляют, тогда и будет социалистическая. А то, что у них была гниль одна, а не законность, до чего страну довели?» «Вон этот кивнул в сторону стены, за которой жил Шубкин. Пишет, что хочет. О лагерях пишет. Сейчас все пишут о лагерях, как будто других тем нет. Всех распустили, люди иностранное радио слушают, антисоветские анекдоты рассказывают, партийные люди детей в церквах крестят и никого не боятся. Нет, я бы лысого на Красной площади перед всем народом и не расстреляли бы, а повесила. Но весь народ на Красной не поместится, заметил Диваныч. Хотя набегут в достатке и еще друг дружку потопчут, но на площади все не поместятся. А тем, кто не поместится, по телевизору показать во всех подробностях. Видел? Как это выглядит? Не, сказал Кошляев. Бог, грубо говоря, Милов. Много чего видел, а такого нет. Он добавил коньяку себе и ей положил на хлеб два кружка колбасы. Ну и зря. Мы когда отбили долгу у немцев, там на площади перед райкомом повесили городского главу начальника полиции и проститутку за то, что спала с немцами. Так, поверишь, проститутка держалась до конца и партизану, который вешал в морду плюнул. Городской голова трясся от страха и крестился, но ни о чем не просил. А полицай даже вспомнить противно ползал на коленях «Простите, говорит, пощадите», а я говорю «А ты, гад, щадил наших ребят?» И вот когда эту троицу вешали, некоторые слабонервные в обморо падали, а я смотрела. «Интересно было?» осторожно спросил Диваныч. «Очень. Знаешь, когда человека вешают, он сначала весь задрожит, задрожит, но в конвульсиях вроде, а потом глаза выпучит, язык весь наружу и...» «Ой, ой, ой, не надо, не надо!» заткнул уши управдом. «Ну, почему же не надо?» удивилась Аглая. «Ты же военный человек, фронтовик». «Фронтовик», подтвердил гордо кашляя всю войну груб гря от Бреста до этого и обратно. Но я огластепно извиняюсь чистосердечно, хотя фронтовик я в жизни еще никого, ну, 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 не повесил вот. Ведь у него при этом был печальный виноватый, как будто сам понимал всю меру своей очевидной неполноценности. «Потому что ты в регулярных частях служил, а я в партизанах, а в партизанах ты и командиры, и мать, и отец, и военный трибунал. Мы сами ловили, сами приговаривали, сами приводили в исполнение». Она отхлебнула из рюмки, закусила кружком колбасы. «Думаешь, легко было? Думаешь, я не человек? Что вы, агластепно, перепугался Диваныч. Ну, вы-то, ну, что вы! Несмотря, что вы человек дамского, грубо говоря, рода, я полагаю, всем нам у вас надо учиться высоким партийным качествам и отваге. Вот и учись, сказала Аглая. Я женщина, мать, у меня сын под дипломатической линией, но когда передо мной враг, я к нему никакой петлю на шею. Агластепно, милый, замахал руками полковник, хватит, не надо, меня стошнит. Черт с тобой, махнула рукой Аглая. Ей уже в голову ударило и пришло благодушное настроение. Не хочешь слушать? Давай споем что-нибудь. Это другое дело. сказал управдом. Он приосанился, одернул пиджак, дотронулся до своего кадыка, покашлял и начал в полголоса. Дан приказ ему на запад, но был остановлен. Зачем это старье? сказала Аглая. Давай лучше это. И с широким и плавным взмахом правой руки слева направо и вверх затянуло хриплым прокуренным голосом на просторах родины чудесно. Закаляясь в битвах и в труде, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде. левой левой рукой она дала кашля его знак под ключицей тот снова откашлившись подхватил Сталин наша слава боевая Сталин нашей юности полет перекричала она с песнями борясь и побеждая их голоса слились в один наш народ за Сталин медет тоже наверное нынешнему читателю трудно представить что в те времена такие песни люди пели не на сцене и не в строю а для себя лично и находили в том удовольствие. В 12 ночи в дверь постучали аглая открыла на пороге стояла Ида Самойловна Бауман в застиранном фланелевом халате с папильотками из газетной бумаги в непросохших еще волосах. Извините за беспокойство сказала она но вы не могли бы чуть потише у меня мама нездоровая и никак не может заснуть. Захочет заснет сказала аглая мы на фронте артиллерийским огнем спали под бомбежкой и захлопнула дверь. Кто там был спросил Диваныч никто сказала аглая давай вот эту и начала раскачиваясь из стороны в сторону от края до края по горным вершинам в дверь опять постучали аглая думала что снова пришла соседка недовольно открыла и увидела перед собой Георгия Жукова с аккордеоном на шее и двумя бутылками водки в руках ты что спросила она удивленно а вы чего празднуете спросил он а тебе не все равно мне все равно но у меня тоже повод есть сын родился а выпить не с кем четыре с половиной кило вот такой он развел руки с бутылками показывая приблизительный рост своего потомка и потом чем больше пил тем шире раздвигал руки как рыбак изображающий пойманного сома заходи разрешила аглая тем временем у Ревеки Моисеевны развивался очередной приступ стенокардии дочь накапала ей тройную дозу волокардина и теперь сидела рядом с ней на кровати не зная что делать телефона у них разумеется не было а бежать за скорой помощью далеко и бесполезно в прошлый раз ее спросили сколько вашей маме лет 82 мы к таким старым не ездим ида Самойловна держала мать за руку приступ кажется проходил волокардин подействовал старуха стала засыпать но только она стала засыпать как за стеной опять раздалась песня теперь уже в сопровождении аккордеона и гораздо громче чем прежде опять начали на просторах родины чудесной потом без остановки затянули от края до края по горным вершинам где горный орел совершает полет а стали немудрым родном и любимым прекрасной песней слагает народ ида и председателя совета министра в СССР написал что целиком одобряет мужественные своевременные решения партии направленные на недопущение нового культа личности теперь уже не Сталина а Хрущева осудил волонтаристские решения Хрущева во внутренней и внешней политике но в то же время выражал надежду что партия не допустит возвращения к сталинизму не оправдает сталинских злодеяний и полностью отменит цензуру его машинка стучала громко но сейчас ее стук не был слышен потому что музыка и пение звучали еще громче в третьем часу ночи Ида Самойловна накинув поверх халата пальто побежала в милицию там как раз находился участковый капитан Анатолий Сергеевич Сараев до недавнего времени тоже живший в доме номер 1 А по комсомольскому тупику переселенный в порядке улучшения жилищных условий в новостройку нахождение Сараева в столь позднее время в отделении объясняется тем что они вместе с дежурным старшим лейтенантом Жихаревым отмечали день рождения последнего по случаю чего сидя за стеклянной перегородкой наливали из алюминиевого чайника и в кружке того же металла конфискованный самогон и пили его закусывая хлебом ливерной колбасой и луком нарезанным толстыми кружками говорили о разных насущных вещах как то есть ли жизнь на других планетах чем отличается зебра от лошади и скоро ли будет введена для милиции новая форма одежды ночь была относительно спокойной в камерах предварительного заключения находились только трое задержанных мужик по пьянке забивший свою жену граблями и двое стиляг из приехавших на уборку урожая студентов его арестовали за то что отрастил слишком длинные волосы а ее за то что пришла на танцы мало того что в джинсах так еще с изображением американского флага на заднице мужик по дворению в камеру забрался на нары и впал немедленно в спячку студентка поплакала и тоже заснула а студент стучал в дверь бузил и качал права требуя чтобы его немедленно отпустили утром пострижем обоих наголо и отпустим пообещал Жихарев не имеете права кричал из-за двери студент в каком законе написано про длину волос в конституции в уголовном кодексе в программе КПСС не ори а то отмудохаем сказал Сараев добродушно что закричал студент не имеете права только попробуйте я на вас в суд подам подожди сказал Жихарев Сараеву и вошел в камеру из которой тут же послышались крики что ты делаешь бандит фашист гестаповец я буду жа на этом крики прекратились и Жихарев вернулся к столу слизывая кровь с кулака об очки поцарапал объяснил он Сараеву и пожаловался что за люди сами спокойно не живут и других нервирует он налил себе и своему другу по очередной порции выпили закусили поговорили о женах и о тещах о преимуществах ижевских мотоциклов перед Ковровскими и разумеется главное политическое событие без внимания оставлено не было Хрущева поперли сказал Жихарев поперли согласился Сараев после чего оба долго молчали и думали не зная что сказать да поперли наконец повторил Жихарев да согласился Сараев и опять долго молчали теперь предположил Жихарев Сталин с ними со всеми разберется по-свойски как как же это он разберется когда мертвый усомнился Сараев в том то и дело что не мертвый сказал Жихарев в каком отношении спросил Сараев в отношении того что не мертвый а живой сказал Жихарев и поведал коллеги со слов своего Шурина который в Кремле работал официантом что Сталин в 53 году не умер а сделал вид что умер а сам скрылся из виду сбрил усы надел на себя лохмотья и как раньше сделал Александр первый ходит по России собирает милостыню а сам смотрит как народ живет и продолжается ли строительство коммунизма Параша оценил сказанное Сараев и в это время перед ним возникла его бывшая соседка Ида Самойловна с жалобой на главе Степану Ревкину и ее шумных гостей Толя сказала Сараеву Ида Самойловна я вас очень прошу пожалуйста вы ведь знаете мою маму вы знаете как она больна а эти люди среди ночи орут во все горло Сараев вытер рот рукавом посмотрел на часы и пообещал что придет разберется скоро придете спросила Ида Самойловна скоро скоро нетерпеливо ответил участковый и как только она ушла высказал Жихареву свое мнение что его сообщение есть как говорится художественный свист о чем Сараев может лично свидетельствовать будучи в марте 1953 года курсантом школы милиции был направлен в Москву и лично находился в оцеплении на Пушкинской улице с выхода на станции охотный ряд митрополитена имени Лазаря Кагановича а ночью им милиционерам разрешили подойти к гробу и я его мертвого видел вот так как тебя как это как меня попытался обидеться Жихарев я ведь не мертвый но не в том что мертвый а что рядом и с ним я стоял метр от него или даже полметра вот я здесь стою а он здесь лежит Сараев даже откинулся назад чтобы изобразить лежащего покойника но будучи не совсем трезвым потерял равновесие и упал бы да Жихарев вовремя подхватил так вот продолжил Сараев поставил спину вертикально лицо его как твое видел и был он совсем мертвый не дышал не моргал но подмазанный и цвет как у живого а сам чистый мертвяк я не спорю что мертвяк только мертвяк не стали на народный артист гелований его показали за место живого в ужасе спросил Сараев зачем живого пожал плечами Жихарев скажешь что же живого звери что ли живого в гроб усыпили и поклали но ежели усыпили это ничто за деньги небось за большие сказал уверенно Жихарев он же народный артист всего СССР им знаешь сколько платит сколько спросил Сараев много сказал Жихарев и вздохнул Сараев наклонив чайник добавил самогона себе и товарищу молча чокнулись выпили крякнули закусили ну хорошо сказал Сараев крепко подумав этого поклали в гроб а Сталин куды же подевался ну я же тебе говорю ушел никому ничего не сказал одному только Молотова оставил записку ни одному слову Жихарева капитан Сараев не поверил но спорить дальше не стал тем более что выпито было все и время было довольно позднее однако по дороге домой он вспомнил что недавно задержал на вокзале одного нищего старика которого хотел доставить в милицию но тот откупился да в четвертной что Сараева нисколько не удивило он давно знал что нищие в массе свои люди богаты теперь вспомнив про нищего он вспомнил и то что в облике нищего было что-то необычайное что он ему кого-то напоминал и теперь он подумал что нищий напоминал ему однако все это глупость сказал Сараев себе самому глупость и ничего более и в это время как раз услышал из открытого окна громкое пение света в подъезде как всегда не было но наверху где-то что-то мерцало это горела свеча которая держала вышечень на площадку в халате и тапочках и до бауман ой наконец-то спасибо что пришли сказала она растроганно а то ведь это прямо невозможно у мамы приступ а они вон что вытворяют ну хорошо до одиннадцати это разрешено до двенадцати мы терпели но в конце концов сколько же можно понимаешь что ссылка на врачей закон и позднее время может оказаться недостаточным аргументом и до самой насунула милиционеру трешку которую он на ощупь принял за пятерку и тут же сунул в карман после чего решительно постучал в дверь оглайной квартиры сперва деликатно костяшкой среднего пальца потом кулаком потом рукоятью револьвера никто не отозвался и он вошел сам застолье было в самом разгаре разогнав руками папиросный дым участковый разглядел наконец сидевшую к нему в профиль хозяйку в темно-синем жакете и ее гостей Диваныча и Георгия Жукова за ними папиросным дыму упираясь правой рукой в потолок стоял чугунный генералиссимус Диваныч с лицом потным красным от напряжения был в зеленой форменной рубахе с подтяжками полковничий пиджак его висел на спинке стула Жуков слегка откинувшись на табуретке и жмурясь растягивал аккордеон а Глая дирижировала она делала это вдохновенно чувствуя что может быть никогда не была так счастлива как сегодня если на празднике с нами встречаются и тут как раз появился Сараев певцы пропели следующую строчку про нескольких старых друзей и смолкнув повернулись к Сараеву а Сараев смотрел на них и настоявшего за ними чугунного человека под чугунным взглядом Сараев когда сник и нерешительно как собирался в начале а весьма робко обратился к Аглае я извиняюсь но Диваныч показал ему пальцем что помолчал и вернулся к недопетому куплету несколько старых друзей все что нам дорого припоминается подхватила Аглая песня звучит веселей я извиняюсь Аглая Степановна повторил капитан но придется ваше веселье прервать аккордеон последний раз жалобно взвизгнул жуков сдавил меха и полез в боковой карман за носовым платком Диваныч молчал и смотрел на капитана внимательно Аглая достала новую папиросу помял ее в пальцах постучала мундштуком по крышке стола и закурила чувствуя что сейчас настроение будет испорчено я извиняюсь в третий раз тихо сказал Сараев но после двадцати трех часов не положено не положено переспросила Аглая не положено повторил Сараев а если у людей события если у человека грубо говоря ребенок родился спросил Диваныч и тогда тоже нельзя у кого ребенок спросил милиционер ну у меня признался жуков четыре с половиной кило вот такой показал он прибавит к предыдущему измерению не меньше вершка орет как паровоз как паровоз приспросил Диваныч и после двадцати трех орет арестовать и посадить на пятнадцать суток правильно капитан а он там орать еще больше будет сказала Аглая даже она была склонна сегодня к шуткам ну в общем я вас предупредил сказал участковый со всей сыровостью на какую оказался способен а дальше сами смотрите будете нарушать я лично мне это совсем ни к чему но придется извиняюсь к административной ответственности Диваныч вдруг взбеленился к административной кого ее ткнул пальцем в Аглаю нашу героиню нашу легендарную или его он воин танкист венгрии с контрреволюцией воевал или меня полковника ветерана двух войн заслуженного как гриц этого или его Диваныч протянул руку в сторону Сталина и сам своей же дерзости испугавшись перешел вдруг на шепот вот что дорогой друг ты это брось садись с нами отметим поскольку произошли такие события с одной стороны человек родился а с другой стороны это как грица вот ты меня понял капитан так точно товарищ полковник согласился сараев ну а вот и садись если хозяйка не против хозяйка была не против и для начала предложил участковому выпить за здоровье товарища Сталина и хотя капитан усомнился можно ли пить за здоровье умершего но рассудил про себя что если подносят то можно и вообще мертвых людей можно считать здоровыми потому что они ничем никогда не болеют ну вот видишь сказала Ида Бауман своей престарелой матери все хорошо милиционер пришел и поставил этих нахалов на место она накапала в стакан 40 капель волокардина поправила подушку положила старухе в ноги грелку подоткнула со всех сторон одеяла сама пошла к себе на кушетку и в это время за стенкой опять грянула песня про артиллеристов громкая как канонады Ида Самойлана не выдержала и опять накидыв халат побежала ворвалась к соседке без стука когда все четверо пели самозабельно артиллеристы Сталин дал приказ артиллеристы зовет отчизна нас Ида Самойловна застыла в проеме двери глядя на поющих с выразительной укоризной и сотни тысяч батарей за слезы наших матерей за нашу родину огонь огонь как вам не стыдно сказала Ида Самойловна но сама не услышала своего голоса поющие же не обращали на нее никакого внимания если не считать того что когда опять дошло до припева капитан Сараев специально для Иды Самойловны заменил канонические слова более подходящими к случаю и сотни тысяч батарей кричал по радио еврей за нашу родину огонь огонь картину происшедшего дальше можно восстановить не более чем приблизительно основываясь только по противоречивым показаниям самих участников происшествия поскольку других свидетелей не было кажется было так возмущенная поведением ночных хулиганов Ида Самойловна стала кричать на них и топать ногами тогда капитан Сараев скачил и стал на нее топать ногами как он потом объяснял просто передразнивал ее ради шутки она шутки не поняла и плюнула ему в лицо он такого оскорбления перевести не мог тем более что был в форме и при оружии кобра его висела на стуле он выхватил из кобуры револьвер и направил его на потерпевшую Бауман застрелю сука закричал он но тут же вспомнив про хозяйку обратился к ней извиняясь за выражение потерпевшая с криком не умевшим словесного выражения кинулась бежать сараев повинуясь проснувшемуся в нем как он показывал впоследствии охотничьему инстинкту кинулся за ней и ворвался вместе с ней в комнату где на кровати в холщовой ночной рубахе спустив на пол худые голые ноги сидела безумного вида старуха увидев ворвавшегося в дом человека с оружием старуха свалилась на пол и с криком казаки полезла под кровать завершить сей маневр она не успела скончавшись от разрыва сердца так и умерла на четвереньках с головой засунутой под кровать это уже видели избежавшиеся на шум соседи говорили что осознав случившееся капитан сараев совершенно портрезвел спрятал револьвер пощупал у старухи пульс и поднявшись с колен сказал никому не обращаясь но какой же я казак у нас казаков никаких нет а есть законная советская власть и с этими словами вышел конечно праздник был испорчен наши герои какие бы они ни были убивать старуху не хотели пошутить попугать это другое дело большого скандала из этого дела не вышло хотя Ида Бауман и пыталась привлечь к суду всех четверых и в конце концов разъяснили что граждане Ревкина Кашля и Вежуков виноваты только в мелком нарушении общественного порядка им поставлено на вид что касается милиционера Сараева то тут хотя имело место превышение полномочий но он же не стрелял и гражданке Ревеке Бауман незачем было лезть под кровать и совершать такие сложные физические движения в ее возрасте да еще во время сердечного приступа ну а многие рассудили что старушка свое отжила и все равно померла бы хоть так хоть и так короче капитану Сараеву был объявлен выговор и задержана на год присвоение очередного майорского звания а все остальное шло своим чередом Часть третья пустые ожидания С приходом к власти нового руководства появилось много приятных огла и слухов то ли Брежнев то ли Косыгин назвали время пробления Лысого позорным десятилетием один из этих двух а может быть кто-то третий сказал что с гнилым либерализмом последнего десятилетия в ближайшее время будет покончено похоже было что эти слова произносились не зря на партийных собраниях пленумах конференциях имя Сталина сперва робко а потом все увереннее упоминалось в положительном смысле упоминания неизменно встречались аплодисментами в местном кинотеатре Победа старых сперва документальных а потом и художественных фильмах стал появляться знакомый образ сначала где-то в каком-то кабинете на одну секунду мелькнул его портрет тот самый с трубкой что был на столе у Аглай потом уже живьем его показали на встрече большой тройки в Тегеране затем годовщине битвы под Москвой оказался он там где ему и полагалось быть на трибуне мавзолея а в очередном показе Сталина в кино Аглаю регулярно извещал Диванович и она немедленно бежала на утренний сеанс торопясь увидеть хотя бы мельком дорогое лицо при этом заметила что была неодинока в своих ожиданиях каждый раз как только лицо возникло на экране в задних рядах раздавались робки иногда совсем одиночные аплодисменты Аглая сама хлопала и казалось что она совершает подвиг хотя подвиг был переменившийся власти вполне одобряемый тем не менее она хлопала и вертела головой пытаясь угадать где он или они ее незримые единомышленники но разглядеть в темноте не могла а потом люди выходили с непроницаемыми лицами и другие признаки перемен после октябрьского пленума ЦК КПСС 1964 года Аглая воспринималась надеждой Хрущев осужден совнархозы упразднены отменено разделение обкомов на сельские и городские выражение культ личности со страниц печати исчезло уже почти никто и нигде не говорил о незаконных репрессиях а случайные упоминания сопровождались оговорками что было их не так уж и много и не надо преувеличивать кукурузу перестали называть царицей полей и перестали ее сажать зато посадили писателей правда пока только двух но была надежда что посадят и остальных одного математика упекли в сумасшедший дом одного историка поместили туда же чехословацкие ревизионисты объявили своей целью социализм с человеческим лицом советские танки пришли и ревизионистов поправили а главе всем этим событием радовалась хотя ей казалось что руководство КПСС ведет себя нерешительно Сталин в кино показывают но редко и осторожно с ней самой все оставалось как прежде никто не торопился перед ней извиниться и восстановить партии но если Аглая была недовольным медленным развитием событий то ее сосед Марк Семенович Шубкин был недоволен направлением этого развития и как коммунист ленинец не мог пройти мимо он писал в ЦК письма с требованием освободить писателей вывести войска из Чехословакии вернуться к ленинским нормам внутрипартийной жизни поставить памятник жертвам сталинизма отменить цензуру и напечатать его роман Лесоповал в одном из ведущих советских журналов ответ на очередное послание пришел очень быстро и потом его Марк Семенович понял что времена переменились сильнее чем показалось вначале ему было сообщено что его предложения носят откровенно провокационный характер от них веет политической незрелостью а может даже чем-то похуже его поставили в известность что если он не перестанет распространять свои нелепые измышления ему придется покинуть ряды КПСС и не исключены дальнейшие последствия дальнейшие последствия Шубкину при этом его богатом жизненном опыте и развитом художественном воображении сразу представились в виде дремучей ханты мансийской тайги с угробами по грудь морозами за 50 градусов визгом бензопилы дружба и отмороженным носом на короткое время он перестал писать письма притих и пожалуй притих бы надолго но включив однажды приемник из передачи BBC узнал что его роман лесоповал опубликован в Мюнхене известным эмигрантским издательством Globus как это случилось Шубкин понятия не имел очевидно рукопись ходила по рукам и в конце концов попала в такие руки которые туда на запад ее увезли таким образом в районе появился свой диссидент чем местные органы поначалу были очень довольны при отсутствии диссидента у центрального начальства могла возникнуть мысль что и органы в этой местности не нужны а есть диссиденты есть и работы можно расширять штаты требовать увеличения бюджета возрастает объем работы и шанс отличиться на героическом поприще без малейшего риска для жизни потому что диссидент опасен идеологически а не физически он не вооружен не ловок не умеет прятаться и уходить от слежки поэтому если бы не было в долгове Шубкина его стоило бы выдумать выдумывать они тоже умели но в данном случае оказалось необязатель есть реальный Шубкин и есть целый кружок его учеников и поклонников за ними тоже надо следить а на все это нужны штаты зарплаты машины и прочее и так Шубкин появился проявился органы заработали и прислали ему повестку Шубкин на всякий случай собрал мешок самое необходимое в тюремном быту теплые носки и кальсоны кружку ложку и томик стихов Эдуарда Багрицкого и прямо с мешком туда Антонина естественно пошла его провожать у порога простилась всерьез Шубкин приготовился к изнурительным многочасовым допросам с криком матом и ослепительным светом глаза но действительность приятно обманула его ожидания следователь Каратышкин оказался не совсем Каратышкой а так среднего роста и возраста невзрачной внешности с округлыми плечами пухлыми мягкими ручками и пухлыми пушистыми щечками волосы имел светлые брови выгоревшие глаза бесцветные зубы неровные но без клыков на вордалака он похож не был да и на чекиста старых времен с глазами воспаленными от преданности рабочий крестьянскому делу ненависти к врагам революции водки табачного дыма и недосыпа тоже особо не смахивал одетый в недорогой костюм пыльного цвета он встретил Шубкина у входа в учреждение и очень удивился мешку ну что вы в самом деле да зачем это неужели у вас об органах такое странное мнение что мы сразу всех прямо в тюрьму и ничего другого эта дама с вами оставьте это ей если что конечно может случиться и так она его потом принесет мешок оставили Антонине и это было хорошим знаком другой обнадеживающей предпосылкой благополучного исхода было то что пропуск Шубкину оформили временный после чего Коротышкин повел Марка Семеновича по длинному коридору обсуждая попутно парадоксы текущей погоды и возможное влияние на нее достижение человечества в области химии и атомной энергии в конце концов Шубкин оказался в просторном кабинете где за столом справа под портретом Дзержинского сидел человек по фамилии Мухадап хмурый худощавый желчный и как раз очень похожий на чекиста двадцатых годов левый стол под вторым портретом Дзержинского принадлежал Коротышкину Коротышкин предложил гостю стул обыкновенный с дерматиновой подушечкой и дерматином обитой спинкой сам сел за стол и сцепив восемь пальцев между собой оставил свободными два больших пальца чтобы можно было ими как бы в раздумье вращать ну вот сказал он вращая пальцами и улыбнулся Марку Семеновичу прежде чем мы начнем разговор назовите пожалуйста ваше имя отчество и фамилию это допрос спросил Шубкин ну что запротестовал Коротышкин это просто беседа пока беседа пробурчал из своего угла Мухадав но Коротышкин этого обручания как бы не расслышал и разъяснил вполне доброжелательно что требование назвать имя отчество и фамилию это просто формальность может быть излишняя ей можно и пренебречь но по существу хотелось бы поговорить вот о чем я читал этот ваш рассказик лесопосадка не рассказик а роман поправил Шубкин антисоветский пасквиль донеслось из другого угла Мухадав в разговоре прямо вроде бы не участвовал он сидел за своим столом вникал в какие-то бумаги что-то читал писал подчеркивал а реплики свои выдавал не направленно а словно разговаривая сам собой не знаю как другим продолжил Каратышкин бросивший взгляд на коллегу но мне многое понравилось я конечно не специалист моя профессия архитектура жилые и общественные здания клубы дворцы культуры вот новобком партии вызвали вы ведь тоже кажется коммунист стрелять таких коммунистов надо громко сказал сам себе мухадав в обком партии вызвали говорят нужно Сергей Сергеевич международная обстановка требует но если партия просит разве я могу отказаться нет Марк Семенович никак не могу потому что я прежде всего солдат партии и патриот и вот сижу здесь а душа он вздохнул тяжело и мечтательно и стосковалось по кульману впрочем это все лирик так вот мне ваша лесостепь можно сказать даже понравилась местами очень хороший слог удачное описание природы особенно ханты Мансейской тайги вы ведь там были был кивнул Шубкин можно продолжить не оторвая взгляда от своих бумаг сказал Мухадав но в целом продолжил коротышкин ощущение от описываемой вами картины тяжелое по-моему вы немного как бы сказать очень сгущаете краски я пишу о явлениях которые партии на двадцатом съезде разоблачила напомнил Шубкин в том-то и дело что она их разоблачила разоблачила и хватит хватит повторил коротышкин умоляющий глядя на Шубкина ну зачем же нам все время вспоминать о плохом берегите раны топтаться в прошлом надо идти вперед Марк Семенович посмотрите вокруг какие происходят события продолжается строительство братской газ стерли тамаки за дутановой дом наши коровы дают до трехсот литров молока в год наша партия ведет титаническую борьбу за мир во всем мире а вы все про свои лесополосы ну ладно если бы вы вашу лесосеку для себя написали или для своих друзей но ведь вы же передали на запад я не передавал быстро сказал Шубкин она сама туда перелетела предположил Мухадав не знаю само или не само повернулся к нему Шубкин но я как вы знаете за границу не езжу или может я ездил а вы не заметили спросил он язвительно но Мухадав листая свои бумаги на Шубкина не отреагировал а коротышкин с ним согласился ну конечно конечно вы не ездили и никто не говорит но чтобы переправить рукопись самому ездить не обязательно иностранные дипломаты и корреспонденты они то ездят и не всегда с чистыми намерениями все сплошь агенты ЦРУ заметил Мухадав именно согласился коротышкин у нас есть сведения что ЦРУ активизировало свою деятельность и делает ставку на несознательную часть нашей интеллигенции ищет слабое звено в нашей цепи не случайно ваш фильетон опубликован в антисоветском издательстве сотрудники которого это сплошь белогвардейцы власовцы и бывшие полицай которые вешали советских людей и отправляли в газовые печи лица еврейской национальности и конечно за ваши так называемые произведения ухватились не зря значит им оно понравилось если моя книга им понравилась значит она хорошая самодовольно сказал Шубкин антисоветская изрек мухадав если только антисоветская вздохнул коротышкин к сожалению марк семенович книга антинародная нет сказал он в очевидном сомнении мы пока не будем применять к вам карательных мер а надо бы вздохнул мухадав сейчас начать и мы вам в этом поможем 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 закатив глазки он забармотал впавший как будто в транс и произнося слова странной последовательности мы вам подскажем вы нам поможете вы напишите мы напечатаем в открытой форме выразите свое отношение а то будет плохо сказал как будто самому себе мухадав это угроза спросил шубкин ни в коем случае поспешно заверил коротышкин никаких угроз но вы понимаете что если вы не сделаете вывода так то и мы ну что мы можем Марк Семенович вы же понимаете мы конечно гуманисты но если враг не сдается его уничтожают заключил мухадав и очень большая к вам просьба очень очень о нашем разговоре никому ни слова и все даже подписку о неразглашении коротышкин у Шубкина не взял Некоторые люди в Долгове вроде Аглаи или даже Диваныча такой гуманности органов не понимали этот Шубкин написал страшную антисоветскую вещь опубликовал ее в эмигрантском журнале и как же его за это не посадить но они много чего не понимали например того что Шубкин как мы уже отметили в районе был единственным в своем роде будь их десять можно было бы одного другого и посадить а если посадить единственного с кем же тогда бороться конечно коротышкин надеялся что Шубкин осознает всю пагубность своих заблуждений и испугается и правильно надеялся Шубкин социалистической законности верил но с очень большими оговорками он решил больше не писать песен ЦК не распространять свои литературные опусы не ездить в Москву не общаться с диссидентами и иностранцами и стал вести себя столь примерно что органам нашим следовало бы радоваться и вывесить у себя его портрет как наиболее послушного и достойного подражания гражданина но поскольку Шубкин им нужен был именно в качестве диссидента они думали как бы его на это дело снова подбить и придумали в долговской правде появилась статья чем дальше в лес тем больше дров там была изложена биография Шубкина где было отмечено то прямо то намеками что он еврей нарушал советские законы был осужден за антисоветскую деятельность освобожден от наказания досрочно из гуманных соображений и ни слова о том что он был реабилитирован зато было отмечено что Марк Семенович урока из прошлого не извлек опять скатился к антисоветской деятельности в настоящий момент является наиболее ценным прихвостнем западных спецслужб и поставщиком клеветы на родину который он обязан тем что она его растила кормила поила одевала обувала дала образование и надежду на счастье эту статью Шубкин воспринял как сигнал что снова посадит и решил последовать совету одного опытного московского диссидента который объяснил ему что его спасение в максимальной гласности если промолчишь тебя посадят наверняка а начнешь шуметь привлечешь к себе настоящее внимание запада не ты их они тебя будут бояться Шубкин поверил и стал действовать и гораздо нахальней чем раньше раньше он писал письма в ЦК КПСС Правду Известия потом КОПИ в Правду Известия потом иностранные коммунистические газеты Юмоните Морнинг Стар Унита а теперь очередное письмо ушло прямиком в Таймс в Нью-Йорк Таймс в Фигаро в Дивельт и в Ахтенбладет и сразу Шубкин увидел чем отличаются эти газеты от коммунистических письмо было немедленно опубликовано причем на самых видных местах о Шубкине заговорили тексты его стали регулярно звучать в эфире Голос Америки Немецкая волна Свобода и Би-Би-Си передавали их с многократным повторением при этом награждали Шубкина лесными эпитетами чем дальше тем более звонкими видный диссидент крупный писатель выдущийся правозащитник Долговские органы растерялись сами толкнув Шубкина на столь решительное поведение теперь не знали что делать он стал слишком знаменит и теперь не ясно с какой стороны к нему подступиться еще недавно его легко было посадить и без особого шума а теперь самого Каратышкина можно в одну минуту снять с работы посадить даже расстрелять если уж очень нужно и никто этого не заметит а Шубкина его тронешь и все эти голоса подымут такой вой на всю планету что только держись дело дойдет до всяких правозащитных организаций и обратятся к своим президентам президенты скажут о Шубкине Брежневу Брежнев рассердится вызовет Андропова Андропова вызовет начальника пятого управления начальника пятого управления вызовет начальника областного управления тот позвонит в Долговский отдел и чем дело кончится для Каратышкина еще неизвестно не зная что делать Каратышкин решил не делать ничего то есть делать вид что никакого Шубкина просто нет что Шубкину было конечно на руку видя что его никто не трогает он совсем распоясался и обращался не только в газеты а к президентам и премьер-министрам и просто к мировой общественности то есть в общем-то ко всему человечеству писал он обо всем об отходе официальных властей от коммунизма о бюрократизме и взяточничестве о поголовном пьянстве о преследовании людей за религиозные убеждения о том что власти не заботятся о культурных ценностях все эти материалы он каким-то образом переправлял в Москву оттуда это опять же попадало на запад а по вечерам Шубкин искал и почти всегда находил в эфире свою фамилию иди сюда кричал он при этом Антонине послушай что они говорят он радовался Антонина горевала ой посодят вас Марк Семенович ой посодят сокрушенно трясла она головой не бойся Танечка не посодят успокаивая Марк Семенович но как же они меня посадят когда меня теперь знает весь мир впрочем с работы его конечно уволили и из партии исключили но именно к этому времени и относится начало его отхода от марксизма и ленинизма все-таки даже в его сознании наметился перелом но будучи таким человеком который никак не может жить без Эпенеме он стал искать его в том мировоззрении который еще недавно сам называл опиумом для народа мы никак не можем упустить из виду одно важное событие случившееся в Долгове в конце лета 1969 года Георгий Жуков его жена Елизавета решив отметить пятилетие сына Вани купили у проводника с проходящего поезда канистру польского спирта назвали гостей спирт оказался метиловым сами Жуковы оба померли один из гостей последовал их примеру и еще трое ослепли дворничиха Валентина неделю выла по единственному сыну руки на себя наложить хотела но потом поняла что не имеет права должна жить ради внука Ваньки а в остальном год был хороший в Долговской правде появилась статья верность написана она была давно еще в начале 65 года к Аглае приходил корреспондент задал ей кучу вопросов и вскоре написал статью но тогда света она не увидела Аглае слышала что в газете материал время от времени вынимали из редакционного портфеля готовили к печати но каждый раз в последний момент решали что пока не время и вот видимо время все-таки наступило статья получилась большая на два подвала в ней рассказывалась вся героическая биография Аглаи Ревкиной кое-где правду сказать приукрашенная говорилось о твердости ее убеждений о испытаниях и гонениях через которые она пронесла верность своим идеалам партии революции государству и подробнейшим образом был описан главный подвиг ее жизни сохранение ценного памятника шедевра монументальной пропаганды была выражена надежда что не долг день когда шедевр займет место на ожидающем его педестале вряд ли следует считать случайным совпадением тот факт что на другой день после выхода статьи к Аглае прискакал на своих двоих нарочный с короткой запиской уважаемая Аглая Степановна прошу срочно зайти в райком поросянином ей очень хотелось через нарочно отправить отправителя куда подальше но любопытство пересилило собираясь в райком думала не надеть ли гимнастерку с орденами но решила что сейчас это будет как-то уж слишком нарядилась в темно-синий костюм под ним белая кофточка на пиджаке орденские планки и университетский значок выданный за учебу на каких-то партийных курсах бывший ее кабинет выглядел не так скромно что когда-то при ней стол и шкаф новый из карельской березы тяжелая бронзовая люстра с какими-то купидонами мягкий кожаный диван два кожаных кресла низкий столик с журналами огонек и работница она головой Поросянинова портреты Ленин и Брежнев здравствуй Аглая Степановна радостно приветствовал ее Поросянинов он вылез из-за стола пошел к ней навстречу и даже раскинул руки для предполагаемого объятия но забыл с кем имеет дело она пробормотала невнятное здрасте и от объятия отстранилась он был сообразительный не настаивал показал ей на одной из кресел а сам опустился в другой помолчал словно не придумал с чего приступить к разговору усмехнулся и сказал глядя в глаза в глаза ну вот начнем с того что старое поминать не будем ты пострадала за свою принципиальность это понятно и принято во внимании есть мнение что некоторые перегибы пора исправлять поэтому сообщаю решение об исключении тебя из рядов отменено стаж остается непрерывный на учет пока можешь стать по месту жительства а потом разберемся по этому пункту вопроса есть есть сказала аглая я требую извинений чего удивился просянинов но должны же вы передо мной извиниться да просянинов вздохнул и посмотрел на нее сказал с чувством аглая степанов дорогой мой партийный товарищ ты ведь знаешь хорошо что партия наши ошибки признает и исправляет но не извиняется ладно согласился аглая тогда второй вопрос сталин а когда реабилитируете пора сянинов смутился подумал во первых сказал он поскольку ты в отличие от Сталина полностью реабилитирована ты имеешь право говорить не вы а мы так какой у тебя вопрос когда мы Сталина реабилитируем заменила она местоимение а у меня к тебе есть встречный вопрос а нахрена он тебе нужен спросил просянинов и уставился на оглаве прямо и не мигай что опешила аглая ничего проехала сказал пора сянинов и перешел на официальный тон у нас аглая Степановна в партии есть такое мнение и Сталин сам его разделял что не отдельный герой делает историю а народ под руководством коммунистической партии на данном этапе во главе с первым ленинцем товарищем Брежневым эту станцию он не дал ей опомниться мы тоже проехали и сделаем пересадку на другой поезд нами партийным руководством района возбуждено ходатайство о переводе тебя на персональную пенсию республиканского значения еще вот путевка в Сочи билет любой железнодорожный или авиа будет оплачен посиди там подлечись попасться в сауне попринимай всякие процедуры массаж грязевые ванны душ шарко очень полезно сам пробовал наберешься сил возвращайся и приходи захочешь найдем достойно общественную работу не захочешь отдыхай читай книги изучай классиков марксизма ленинизма Диваныч вызвался ее проводить и дотащил ее чемодан до станции пешком возле вокзала стояли две милицейские машины с мигалками серая Волга и военный грузовик с солдатами под брезент на перроне первого пути было шумно толпа незнакомых агла и людей отмечала свадьбу невеста в белом платье и белой фате жених в черном костюме с белой розой в петлице дружки подружки родители родственники жениха и невесты много всякого народа баюнист с золотыми зубами растягивал меха немолодые мужчины и женщины плясали при этом женщина выкрикивала частушки довольно скабрезного содержания на первый взгляд свадьба как свадьба хотя было в ней что-то необычное какие-то люди держались слишком напряженные зыркали глазами по сторонам это потом аглая так припомнила а тогда что-то почувствовала но была озабочена своими проблемами боялась не для того ли сманили ее путевкой чтобы в ее отсутствии вытащить статую да нет успокаивал Диванович не похоже сейчас наоборот ожидается все-таки полная реабилитация ладно сказала она но если что сразу же бежишь на почту и отбиваешь мне телеграмму не прямо а напишешь дедушка нездоров понял а если дедушка здоров пошутил Диванович если все в порядке ничего не пиши вагон номер четыре в который у Аглая был билет остановился прямо перед ней из вагона сначала выпрыгнула проводница с кудрями вылизавшими из-под красной фуражки а за проводницей на площадке появились Шубкин и Антонина опять мотался в Москву подумала зло Аглая он увидев ее удивился чего это она здесь но улыбнулся и сказал добрый день она ему не ответила но поздоровалась с Антониной он спрыгнул на перрон с большим раздутым портфелем и затем помог спуститься в свои спутницы Аглая уже взялась за поручень но Диваныч дернул ее за руку в чем дело хотела она спросить но повиной знакам Диваныча глянула в сторону куда удалялся Шубкин и стала свидетелем незаурядного события Шубкин уже приближался к входу в вокзал когда участники свадебной гулянки все включая невесту окружили его и Антонину тут откуда-то прямо на перрон выскочила серая Волга Аглая услышала сначала крик Антонины Марк Семенович потом голос самого Марка Семеновича в чем дело товарищи в чем дело я протестую дальше было слышно как захлопали дверцы и в следующую секунду Волга завизжав шинами вырвалась из толпы пронеслась по перрону за ней простирая руки бежала Тонька не доезжая по Гаузу машина завернула за угол вокзала и скрылась а Тонька остановилась и застыла с нелепо вытянутыми вперед руками словно ожидала что кто-то ей в эти руки что-то положит толпа на перроне немедленно рассосалась и только теперь Аглая поняла что это была не свадьба а специальная операция да сказал Диваныч с непонятным чувством ловко сработано теперь уж ему как говорится век свободы не видать не знаю как другие а я с возрастом все неохотнее переношу наши русские снега метели морозы и даже мороз и солнце день чудесный уже пожалуй не для меня мне все милее зимы южные с мягким неярким солнцем теплыми дождями нехолодными вечерами и не замерзавшими блеклыми цветами на клумбах санатория имени какого-то партсъезда КПСС поправляла свое здоровье советская номенклатура среднего ранга заместители заведующих отделов МИЦК заместитель министров начальники главков по неописанной иерархии а может быть где-то и писаной к этому рангу притеслялись отставные генералы отдельные передовики производства и кто-нибудь из приближенных к начальству членов творческой интеллигенции писатели художники артисты последних здесь представлял народный артист СССР Николай Крючков который ходил быстрым шагом всем приветливо улыбался а по утрам с большим полотенцем бегал к море купаться уже по зимнему студенной воде а глае море было ни к чему тем более что плавать не умела плескаться просто так не любила и летом зато ценила парную русскую мокрую с веником куда впрочем никогда не ходила стеснялась народа будучи известным долгове человеком думала что в бане ее будут разглядывать а потом рассказывать что видели голую Репкину а она в свое время держалась так что же представить ее голой не у каждого хватило бы воображения здесь была не парная а сауна не совсем то но лучше чем ничего зато здешних женщин она не стеснялась они были своего круга правда скучные говорили только о внуках диете косметике и способах омоложения их уже тогда волновали входившие в моду на западе силиконовые груди и лицевые подтяжки времени помимо трехразового питания массажа грязевой ванны сауны и других телесных удовольствий и процедур оставалось много но основы ленинизма Аглая забыла дома к спорту приучена не была и чем занять себя просто не знала газеты давно читать перестала телевизор смотреть ленилась да и что там смотреть кроме брежнева чуть ли не каждый вечер его чем-нибудь награждали или он награждал кого-то его показывали так много и усердно что в народе программу телевещания прозвали все о нем и немного о погоде вестибюле все стены были расписаны картинами счастливой советской жизни и дружбы народов слева от входа в главный корпус стояла большая кадушка с пальмой под ее раскидистыми ветвями отдыхающие во фланелевых пижамах синих тренировочных костюмах и тапочках забивали козла в сонном покое санатория костяшки домино стучали как выстрелы в простонародных коллективах игра в домино обычно сопровождается громкими разговорами на самые разные темы анекдотами шутками подковырками но номенклатура собравшись вместе ведет себя осторожнее соображая что прежде чем подшутить над кем-то надо вникнуть в тонкости субординации и анекдот какой попало здесь не расскажешь поэтому играли молча сосредоточенно с таким видом будто делали что-то исключительно важное впрочем и здесь кто-нибудь забывшись вдруг провозглашал громкая аппетитная рыба или дуплюсь на два конца или дуплюсь на два конца с прицепом но тут же замолкал и взглядывал на других игроков в опасении не слишком ли разговорился столь важной компанией и на всякий случай скромно втягивал голову в плеч от нечего по верхнем и на точку парке между мор вокзалами гостиницы и жемчужина ходила одна думала о том что жизнь складывается странным образом и вовсе не так как предполагалось в начале когда когда-то ее муж Андрей тогда еще молодой коммунист рассказывал что по мере продвижения к коммунизму люди будут крепнуть идейно будут больше думать об общественном и меньше о себе а что есть на самом деле люди погрязли в быту думают только о своем желудке о том как лучше устроить свою жизнь дух стяжательства владел многими партия не только не борется с таким направлением умов а сама стяжает побольше других в столовой она сидела в самом дальнем углу и сперва в одиночестве но как-то пришла к завтраку а там сидят и уплетают манную кашу пожилой мужчина в темно-синем свитере с надписью на груди Адидас Здравствуйте сказала она Здравия желаю мужчина поднял краткостриженную седую голову и Аглая увидев перед собой смуглое скуластое лицо с мохнатыми бровями задохнулась от потрясения Это вы? Тот немного удивился вопрос оглядел сам себя плечи и грудь и признался Да вроде бы я Генерал-майор Бурдалаков Генерал-лейтенант поправил собеседник довольный что оказался узнанным хотя в том что его узнали для Федора Федоровича Бурдалакова ничего удивительного не было благодаря телевидению кадрам кинохроники и фотографиям в газетах его генерала героя Советского Союза общественного деятеля одного из зачинателей важного общественного движения знали практически все Движение за себя из этого парня зародилось в ту пору когда народ от общего строительства коммунизма приустал и надеялся на материальное поощрение а ему вместо денег и лучшей жизни изобретали новые светлые идеалы и подкидывали патриотические идеи вооруженно идейно народ по призыву партии комсомола или по приговору суда рубил тайгу рыл каналы поднимал целинные земли прокладывал байкаламорскую магистраль живя при этом в палатках или бараках и питаясь немыслимой дрянью и чтобы охотнее было народу задаром тратить силы калории и здоровье партия награждала его разными орденами медалями значками грамотами вымпелами переходящими знаменами и создавала эти псевдодвижения делая вид что народ сам их придумал таких движений было много их участникам предлагалось пересесть с лошади на трактор работать по ударным равняться на передовиков освоить вторую профессию выполнять пятилетку в 4 года водить тяжеловесные поезда собирать хлопок обеими руками обслуживать одному человеку 12 станков изготовлять лишнюю продукцию из сэкономленных материалов перегонять Америку трудиться без отстающих и работать за того парня то есть за парня который не вернулся с Великой Отечественной войны если рассудить из здрава призыв работать за этого парня был не очень корректный что значит работать за этого парня и зачем за него работать если он не ест не пьет и иных трат на себя не требует по правде говоря это движение было бестактным упреком тому парню что он лежа там где его бросили и забыли не участвует в строительстве коммунизма тем не менее движение за себя из этого парня существовало и одним из зачинателей его считался именно Федор Федорович Бурдалаков имевший большой личный опыт получения чего-нибудь за того парня для Бурдалакова тот парень был парень конкретный и звали его Сергей Жуков или просто Серега в 43-м году Федя и Серега вместе ходили в разведку за линию фронта действовали смело добывали ценнейшие сведения приводили языков за что оба еще тогда нещедрые на награды время получили по ордену они всегда ходили вдвоем и возвращались вдвоем но однажды Федя Бурдалаков вернулся один выполнив очередное задание он и Серега пробирались домой по вражеским тылам наткнулись в лесу на засаду и в коротком бою Серега был ранен в живот некоторое время Федя его честно тащил на себе из последних сил выбиваясь но это было бессмысленно и слишком опасно Серега истекал кровью стонал кричал был бы неизбежно услышан противником протащить его через линию фронта в этом месте не было ни малейшего шанса да если протащить то лишь для того чтобы продлить страдания Серега сам взмолился прося избавить его от бесполезных мучений и сам перед смертью отдал товарищу свои совсем еще новые яловые сапоги не будем возводить на праслину на Федю отправив на тот свет много врагов он никак не был готов добивать друзей даже в такой кошмарной почти без выбора ситуации но что ему было делать оставить Серегу а самому уйти остаться с ними попасть у лапы немцам не донести до части важные данные от которых зависело столь много не тому кто в подобных ситуациях никогда не бывал судить побывавшего возможно какой-нибудь претендент на звание гуманиста на месте Федя не сделал бы ничего и это было бы очень плохо для Сереги для гуманиста и для всего остального Федя Бурдалаков не думал гуманист он или кто-то еще выпив полфляги водки он совершил акт последнего милосердия или по-теперешнему говоря эвтаназии а совершив долго плакал свои стоптанные с надорванной подметкой сапоги Федя бросил в лесу и вернувшись в родную часть сообщил что Сереге геройски погиб в неравном бою а подробности опустил да и кому они были нужны эти подробности народу гибла такая тьма что отдельной смерть интереса не вызывала получил Федя за Серегу как и полагалось трехдневный паек включая три раза по сто боевых граммов водки а потом в интервью данному корреспонденту армейской газеты обещал бить врага за двоих за себя и за своего друга Серегу вот собственно говоря когда у него впервые идея насчет того парня возникла а что касается Сереги то и посмертная его судьба тоже печально сложилась Бурдалаков доложил о гибели ротному командиру тот собирался передать это сведение дальше но сам в это время был захвачен в качестве языка и утащен на ту сторону фронта вражескими разведчиками таким образом ротный пропал без вести и Серегу перетащил с собой пропавшей без вести что и стало причиной различных неприятностей для жены его Валентины дворничихи из города Долгова воевал Федор Бурдалаков ничего не скажешь храбро не отсиживался удаленных от линии фронта штабах не руководил тыловыми органами снабжения в самых горячих переделках бил врага за себя и за Серегу проявил много отваги за что продвигался в чинах и орденами был не обижен ордено в конце войны давали чем дальше тем больше кончил войну героем Советского Союза полковником а две генераль 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 звезды получил первую службу в главном политическом управлении Советской Армии а вторую при выходе в отставку но где бы ни служил чем бы ни занимался никогда не забывал Бурдалаков про того парня про Серегу гармониста балагура и храбреца везде где мог о нем рассказывал выступал от его имени и получал уже в мирное время много всяких знаков внимания знаков отличия и денежных знаков за себя получал и за Серегу а Серегина семья пребывала в презрении забвении нищете чего Бурдалака вероятно просто не знал выйдя на пенсию в относительно раннем возрасте Федор Федорович был еще в силах передвигать тяжелые вещи что-нибудь копать бурить сверлить или в крайнем случае протирать штаны в какой-нибудь конторе но он теперь уже без конца и лишних перерывов выступал на собраниях на митингах сидел с важным видом в президиумах то и занимался деятельностью которая называлась патриотической и сам называл себя естественно патриотом но с тех пор когда он совершал свои еще раз подчеркнем немнимые а реальные подвиги времени прошло много кое-что позабылось затуманилось и замшело стало путаться с где-то вычитанным вымышленным и домысленным по себе на его воспоминания становились похожи на выдумки журналистов мирного времени имевших о войне представления из кинофильмов постановки режиссеров знавших войну по журналистским репортажам много путешествовал Федор Федорович по местам своей и чужой фронтовой славы и уже не за боевые заслуги а как говорилось за бытовые услуги получал награды привилегии ездил в хорошие санатории лечился в генеральской поликлинике улучшал свои квартирные условия менял старую дачу на новую и в конце концов превратился в настоящего паразита из тех кто десятки лет только то и делал что вспоминал прошлые подвиги призывал получал давал указания художникам писателям и ученым как рисовать писать книги и в какую сторону двигать науку естественно все писатели художники и ученые которые не внимали генеральским указаниям считались антипатриотами и нахлебниками на шее трудового народа пусть не подумает читатель что автор с неуважением относится к людям которые отдали свою жизнь за родину или готовы были отдать автор чтит всех кто храбро сражался с врагом а также тех кто сражался не храбро им то было страшнее чем храбрым автор и к Федору Бурдалакову отнесся бы с полным почтением если бы он не брался учить людей тому чему сам не был учен но он учил кого угодно чему угодно а если какие-то группы или отдельные личности из художников писателей генетиков кибернетиков к его наставлениям относились без должного уважения генерал Бурдалаков лично садился за пишущую машинку и строчил как из пулемета мы воины ветераны великой отечественной войны от имени павших требуем сурово наказать и советское правительство не всегда могло отказать столь заслуженным людям с некоторых пор генерал Бурдалаков для наглядности возил с собой в специально сшитом парусиновом чехле красное знамя не простое а пробитой пулями и осколками и местами продырявленное кухонным ножом знамя с изображением на него значком Гвардия и надписью даешь Берлин с этим знаменем Федор Федорович якобы брал в 1945 году вражескую столицу причем если его послушать и забыть другие известные факты истории можно было предположить что он брал вражескую столицу как медведя про медведя он тоже рассказывал в одиночку все-таки насчет Берлина мы не знаем но советских городов Федор Федорович покорил с этим знаменем немало в дни всяческих годовщин советской армии военно-морского флота победы начала Великой Отечественной войны разгром немцев под Москвой в дни отдельных битв освобождение областей форсирование рек штурма крепостей захвата плацдармов и взятия столиц Федор Федорович был непременным участником этих торжеств пребывая на них со своим знаменем и еще раз напомним никогда не забывал Серегу всегда выступал от его имени и вообще от имени павших их именем клялся и их именем проклинал не умея ни понятия ни чувства что благополучно дожив до старости и получив за войну все почести должности ордена и пайки стыдно выступать от имени тех кто бесследно и в молодом возрасте погиб по словам поэта недолюбив недокурив последний папирос кроме всего Федор Федорович оказался человеком общительным и приверженным здоровому образу жизни легко подружившись с Аглаей он стал звать ее Глашей дал почитать иностранную книгу бегом от инфаркта и подбил по утрам бегать трусцой вдоль моря у нее не было для этого подходящей одежды но генерал позвонил секретарю горкома тот позвонил председателю горысполкома тот позвонил директору горторга тот позвонил директору спортивного магазина и через два дня Аглая вышла на первую пробежку в синем трикотажном тренировочном костюме с надписью Динамо на груди и в тогда еще только входивших в воду кроссовках сам же Бурдалаков был в спортивных трусах в свитере фирмы Адидас и в кроссовках Адидас Федор Федорович большой хорошо сложенный слегка посидевший но с лицом еще не старым и загорелым уже поджидал Аглаю терпеливо разминаясь в беге на месте генерал ей нравился у него была мощная спина борцовского типа слегка сутулая с подвижными лопатками и крепкие ноги с мускулистыми загорелыми покрытыми редким волосом икрами блестевшими словно натертые воском каждый день по асфальтированной крутой вьющейся серпантином дорожке они спускались на набережную по дороге встречая артиста Крючкова тот с полотенцем на шее также пыхтя и отдуваясь бежал наверх первый день Аглая пробежала метров не больше полусотни а неделю спустя легко одолевала дистанцию между гостиницей и морвокзалом туда и обратно и могла бы бежать еще но Федор Федорович с возрастом ставший весьма осмотрительным не советовал слишком усердствовать вот говорил он ей когда бежал рядом если бы вы еще бросили курить или хотя бы сократили а то у вас же легкие если на них посмотреть изнутри дымоход все в саже если бы вы в себя заглянули сами бы в ужас пришли и ведь я тоже курю как не знаю кто а потом начались проблемы с ногами и врач предупредил будете курить останетесь без ног я сказал ему спасибо вышел из поликлиники папиросы в урну и с тех пор шесть лет ни одной обычно генерал и аглая бежали рядом но иногда предупредив ее извините я порезвлюсь он делал резкий рывок убегал от нее метр на триста а потом уже не спеша бежал ей навстречу после пробежки разгоряченная потная она медленно поднималась в гору иногда при этом оглядывалась смотрела как бурдалаков плавает в холодном море она в море купаться не решалась но увлекалась контрастным душем с водой сначала горячей потом холодной и опять горячей холодной и так несколько раз к завтраку спускались вместе садились за стол на котором уже стояли накрытые салфетками граненые стаканы со сметаной на тарелках творог со сметаной посыпанный сахарным песком и тут же официантка Нинуля подвозила на каталке другую еду которую певучей рекламировала щедро употребляя уменьшительные ласкательные суффиксы доброе утречко пела она что будем кушать кашка манная кашка овсяная яишенка сырнички котлетки картошечка Федор Федорович к первой еде относился серьезно и на завтрак съедал и сметану и творог со сметаной и порцию манной каши и яишницу из трех яиц и кусочек сыра у Аглая с утра аппетита не было съест сырник отхлебнет чаю и за папирос опять за свою отраву регистрировал генерал она смущалась оправдывалась сама удивляясь что оправдывается я ведь не натощак обманываете хитро щурился генерал себя обманываете и меня пытаетесь я ведь сам был такой бывало проснулся и руки тянутся к папиросе и сам дрожу весь так прямо хочется затянуться чтобы не натощак откушил кусок хлеба морковки котлеты что-нибудь проглотил задымил тут же и доволен а на самом-то деле глаша курильщикам надо завтракать особенно плот тем более что есть известная китайская мудрость завтрак съешь сам знаю перебивала аглая обед разделись с другом а ужин отдай врагу вот именно охотно кивал бурдалаков у меня друг есть Васька Сирол тоже генерал но юморной как ребенок и просто до невозможности уже с едой совсем седьмой десяток распечатала все у него шутки да прибаутки я говорит Федя живу точно по китайским правилам завтрак съедаю сам обед готов разделить с тобой а ужин отдаю Нинке и сам смеется конечно не всегда бурдалаков получал аглаю или воспитывал аглаю часто он просто излагал какие-то истории своего фронтового прошлого и опять-таки эти его истории были в жанре социалистического реализма и похожи на рассказы из журнала Огонек или Советский Войн живее были его описания разных выдающихся людей нашего времени а выдающихся встретил он в жизни немало членов ЦК КПСС министров генералов и всех их он помнил и каждого называл по имени отчеству Леонид Ильич Алексей Николаевич Николай Викторович Михаил Андреевич Анастас Иванович любил рассказывать о высоких приемах особенно в Кремле кто там был какие были столы и люстры на какой посуде что подавалось и что наливалось в бокалы после завтрака расходились на процедуры Бурдалаков ходил на массаж загорал в кварцевом солярии принимал душ Шарко все что давали ему задаром старался не упустить а у Аглай в расписании были электрофорез и грязи в последнее время болели колени и руки но и для прогулок время оставалось гуляли вместе перед обедом и после дневного сна по дорожкам санатория дорожки располагались кольцами на ровной поверхности и были прозваны безымянными остряками малый инфарктный круг и большой инфарктный круг интересно что в течение дня выглядел Федор Федорович по-разному чем позже тем старше после обеда в штатском плаще в вязаной шапке ходил он заложив руки за спину и слегка наклонившись как ходят люди больные почками Аглай шла рядом руки ей как-то мешали и любое положение их за спиной на груди просто опущенные казалось неестественным Прогулки часто приводили их к тому месту где начинался крутой спуск к морю Там стояла скамейка из деревянных планок на чугунной основе с выгнутой спинкой и обычно пустая а бывало и не пустая Сидела там какая-нибудь парочка уединившаяся для тактильного общения Генерал и Аглая подходили садились разговаривали в полголоса а молодые обычно испытывали смущение и недовольство отлипали друг от друга сидели с напряженными лицами иногда бросали взгляды на вновь пришедших и убедившись что те расположились надолго вставали и молча шли искать иное уединение Бурдалаку такая ситуация очень нравилась он любил спугивать парочки делал это не только с людьми в молодости он ходил по деревне с палкой и разъединял склещившихся собак я вот смотрю говорила наглая едет на курорт молодая красивая женщина муж ее провожает встречает что что он не понимает что она обязательно заведет себе здесь любовника но не все же возразила оглая все не согласился Федор Федорович только если уж очень страшно а если ничего себе есть как говорится на что посмотреть и за что подержаться то уверяю вас я на курортах много времени провел но таких женщин чтобы имея возможность ни 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 с кем ни разу не видел между прочим у немцев есть обычаи что один день в году мужья и жены могут изменять друг другу даже переночевать порознь но потом об этом целый год не вспоминают как будто ничего не было так у нас приблизительно с курортами съездила и что было то было а потом все до следующего лет это у кого как сказала я видел недавно кино дама с каштанкой с каштанкой или с собакой спросил Бурдалаков подождите она подумала и вздохнула вот дура то дама с собачкой маленькая там такая собачка так они как начали на курорте так и не могли остановиться несмотря что у нее и муж и собака так она и с собакой в ужасе спросил генерал да я уж не помню я эти фильмы так знаете смотрю в полглаза а сама о чем-то другом думаю не понимаю все-таки сказал генерал о чем думают наши контролирующие органы ведь такую извините за выражение дрянь порою показывают а в книгах что пишут и все проходит а еще говорят цензура да какая цензура когда у нас 10 тысяч писателей представляете 10 тысяч у меня в дивизии солдат было в два раза меньше я как-то с Леонидом Ильичом поднимал этот вопрос Леонид Ильич я говорю ну зачем же нам столько писателей отберите человек 5 ну 10 талантливых партийных сознательных дайте им темы и пусть работают а вы что с Брежневым лично знакомы спросила Аглая с Леонидом Ильичом переспросил Бурдалак а как же в этих местах и познакомился вот если туда направо поплыть на пароходике там будет сначала Туапсе потом Новороссийск а еще до Новороссийска есть такой мыс и называется мыс Хако не мыс Хако а все вместе мыс Хако мы там и 43 десантом высадились под командованием майора Цезаря Куникова храбрый человек был хотя и еврейской нации и Брежнев там был ну скажем так не был а бывал когда главные силы подошли он был начальник политодела армии кстати сказать медаль мне вручил за отвагу и что любопытно до сих пор помнит мы когда встречаемся где-нибудь на слете ветеранов я его спрашиваю Леонид Ильич а помните вы мне медаль вручали а он смеется но говорит Федя ты даешь как же я могу тебя не помнить хороший я вам скажу между нами мужик ну выпить любит к вашему полу неравнодушен но зато если какая просьба всегда выслушает внимательно потом пальцами вот так щелкнет и порученцу говорит запиши и проверь чтоб было исполнено ко времени встречи с Аглайей Федор Федорович был начинающим вдовцом его жена умерла полгода назад от рака легких тоже заметил Федор Федорович Аглая курила как вы потеряв жену он жил за городом у него была хорошая генеральская квартира в Москве на Беговой улице но там старшая дочь ей уже 40 лет старая дева характер тяжелый младшая Асенька красавица бластная таких мужчин любит вышла замуж за дипломата теперь с двумя детьми в Индии младший сын Сергей названный так в честь фронтового друга пошел по стопам деда военный летчик замполит эскадрильи за городом те один а семь других пустые перейду в другую комнату так теперь это без меня остается к радости своей Аглай обнаружила Федора Федоровича почти полного единомышленника он разделял ее точку зрения на Октябрьскую революцию гражданскую войну электрификацию индустриализацию коллективизацию разгром оппозиций великую отечественную войну на Сталина на роль Сталина в достижениях и победах Хрущеву тоже относился плохо но к Брежневу положительно чего не могла с уверенностью сказать о себе Аглая как и Аглая Федор Федорович не любил ревизионистов то есть людей которые плохо относились к прошлому критиковали партии советскую власть а в литературе и живописи реализму предпочитали формальные выкрутасы был недавно на выставке рассказывал он говорят вот молодые талантливые художники модернисты называется абстракционисты ну посмотрел я мазня мазня и ничего больше смотришь и не поймешь что это дом лес река или собака ничего не понятно туда линия сюда крючки как говорится черти чего и сбоку бантик я к одному такому подошел и вежливо спрашиваю как называется ваша картина а он говорит безмолвие а я ему говорю безмозглия вот вам как надо ее назвать ну что вы говорю рисуете на что краски переводить это ведь осел с хвостом нарисует лучше а он представляете какой хам я говорит на столь низком уровне с вами даже и разговаривать не желаю ах ты говорю гад я не для того на фронте кровь проливал чтобы ты поразить на шее народа сидел и мазней такой занимался пришел домой написал в газету собрал еще ребят ветеранов все подписали газета напечатала и этому в союзе художников выговор улепили за формализм я считаю правильно сделали неправильно резко возразила аглая почему же это неправильно удивился бурдалаков вы не представляете какая это мазня вот я и говорю сказала она тоже волнуясь и сжал кулаки за это не выговор за это расстреливать надо что бурдалаков поперхнулся как будто ему живая муха в дыхательное горло попал ух вы о сказал он вы горячая женщина а что вы думаете продолжала аглая ведь это же не безобидная мазня это не просто так они молодежь нашу расстревают вы 20 миллионов советских людей на войне потеряли и что ради чего в эту минуту ей искренне казалось что в гибели 20 миллионов советских людей виноваты именно художники абстракционисты нет сказала она не видя причины для снисхождения только расстрел да согласился бурдалаков пожалуй вы правы у нас на фронте таких он хотел сказать что у них на фронте таких художников и вправду расстреливали но подумав не вспомнил чтобы на фронте были такие художники был карикатурист он боевом листке гитлера рисовал абстракционистов не было ни одного да вот генерал как-то сники зевнул в ладонь что же касается памяти товарища Сталина то в отношении его я думаю справедливость будет в скорости восстановлена может быть даже через несколько дней мне один очень ответственный товарищ говорил тут Федор Федорович оглянулся с подозрением взгляделся в кусты за спиной и понизил голос до шепота мне говорили будет специальное постановление Михаил Андреевич Суслов над этим специально работает перед сном они опять заходили в столовую где уже стояли накрытые бумажными салфетками стаканы с кефиром Аглаева пивала всю порцию на месте а Федор Федорович свой стакан уносил к себе в номер их комнаты были расположены по соседству вторая от лестницы была его комната а следующая ее обычно у дверей его комнаты они прощались чтобы снова сойтись утром для совместной пробежки иногда знаменитого генерала прослышал о его пребывании в Сочи приглашали куда-то в соседние санатории и близлежащие города выступать перед отдыхающими молодежью солдатами моряками и ветеранами тогда он надевал генеральский парадный мундир с золотыми погонами парчевым поясом орденами и геройской звездой и казался важным и недоступным но когда он брал еще неизменное свое знамя в чехле образ его сразу тускнел он становился похож на Чарли Чаплина с тросточкой он уезжал бывало на весь день а то и на два оставаясь без его компании Аглая скучала по утрам бегала в одиночку но путь свой сокращала до мор вокзала назад и домой однажды генерала возили на вертолете в город Сан-Тредья и привезли обратно со многими сумками подарков от трудящихся солнечной Грузии то есть от местных партийных боссов среди подарков была четырехлитровая пластмассовая канистра молодого вина Изабелла Аглая была приглашена на дегустацию она согласилась и вошла к Бурдалакову в комнату со сдержанным любопытством до сих пор они оба вели себя как два пенсионера без намеков на иное общение но теперь их отношения казалось и ей и ему дошли до какой-то границы требующей уточнения все-таки он вдовец и она вдова оба пожилые но не настолько чтобы все было исключено короче она вошла к нему без расчета на что-то конкретное но с предчувствием что должно произойти объяснение комната у него была точно такая же как у нее квадратная с двумя окнами деревянной кроватью диваном журнальным столиком и двумя картинами на стенах на одной стене шишкинские медведи а на другой картина местного художника штормовое предупреждение скалы маяк и волны вот сказал Бурдулаков тоже ведь художник но смотришь и понимаешь это камни это волны а это маяк он может не талантливый но все жизненно не то что как говорится бой в Крыму Крым в дыму и ничего не видно на столике помимо прошлогоднего огонька с недорешенным кроссвордом стояла вышеупомянутая канистра два тонких чайных стакана ваза с фруктами яблоки мандарины и фейхоа круглая лепешка большая тарелка с сыром с улугуни еще каким-то странным продуктом вроде резиновой колбасы с орехами Федор Федорович сказал что это делается не из резины а из высушенного сливового сока с орехами и называется чурчхэлла чурчхэлла переспросила оглая это как завод кемерсена нет сказал серьезно Федор Федорович товарища кемерсена корейцы завод великий чучхэ а это чурчхэлла не чуч а чурч про между прочим чурч это по-английски значит церковь ваше здоровье Глашенька проявляя большую осведомленность в искусстве потребления вин он посмотрел свой стакан сначала на свет потом покачал немного повращал так что вино закрутилось внутри воронкой перегубил и поднял глаза к оглая ну как нравится мне между прочим один доктор медицинских наук объяснял что алкоголь сделал дырение на А в умеренных количествах вещь чрезвычайно пользительная это вам не то что курить от курения один вред а от этого Шекспир постоянно пил шампанское а немецкий писатель Гёте каждый день потреблял бутылку красного и товарищ Сталин тоже уважал красное вино хванчкара хотя и водочки не гнушался я с ним сам чокался водкой вы удивилась аглая со Сталиным лично разумеется лично улыбнулся Федор Федорович разве можно чокаться и не лично если бы старую хронику с парадом победы видели то и меня там могли заметить я там еще молодой и с усами знамя фашистское в общую кучу бросаю да вы кушайте кушайте сыр этот сулугуни тоже очень вкусный исключительно легко усваивается и содержит кальций для женского организма крайне необходимый да Федор Федорович отхлебнул вина голову откинул взгляд его затуманился потом после парада в Кремле был правительственный прием ужин я вам скажу был исключительно необыкновенный теперь-то я можно сказать избалованный а тогда понимаете первый раз в жизни кушал рябчика и попробовал жульен из шампиньонов после ужина вышли за стола размяться и вот мы группа старших офицеров стоим так это у окна курим разговариваем когда мой друг Васька Серов толкает меня локтем в бок я оборачиваюсь ты че толкаешься смотрю батюшки передо мной сам товарищ Сталин в таком это знаете темно-сером мундире а на груди одна золотая звезда и все и ничего больше вот так как вы от меня стоит даже ближе в руке стакан с водкой а рядом с ним молотов Вячеслав Михайлович Маленков Георгий Максимилианович и маршал Конев Иван Степанович и представляете товарищ Сталин водку из правой руки в левую переложил правую протягивает мне и говорит здравствуйте я Сталин так прямо и сказал я Сталин как будто я могу не знать кто он а я опешил и стою с открытым ртом он говорит а вас как зовут а я знаете хочу ему ответить а язык точно как он говорит прилип к горлу а товарищ Сталин стоит смотрит и ждет и тут хорошо меня Конев выручил это говорит товарищ Сталин полковник Бурдалаков а он переспрашивает Бурдалаков Федор Федор Бурдалаков командир 114 гвардейской мотострелковой бывший разведчик тут я совсем онемел вы представляете генералиссимус верховный главнокомандующий сколько у него дивизий людей и разведчиков и неужели он каждого по имени и фамилии а он говорит а вы товарищ Бурдалаков что же не пьющий я можете себе представить припугался и не знаю что сказать скажу что пьющий подумает пьяница не пьющий тоже как-то нехорошо стою и молчу товарищ Сталин опять конев он у вас видать и не мой и не пьющий и тут Иван Степанович опять помог ну как же товарищ Сталин говорит фронтовик разведчик может быть не пьющим вот я и подумал говорит Сталин что не пьющих разведчик не бывает пьющий человек может не быть разведчиком не мой человек может быть разведчиком ему лишь бы видеть и слышать но не может быть не пьющим не пьющий человек не может быть разведчиком никогда вот он такие слова мне сказал а я на всю жизнь их запомнил Федор Федорович, держа перед собой кусок Чурчхеллы, задумался, помолчал и опять оживился. И вы представляете, после этого он мне говорит, если вы, товарищ Бурдалаков, не против, то давайте с вами выпьем. Можете вообразить, не против ли я? А еще говорят, мания величия. Да какая может быть мания, если он полковника спрашивает, не против ли он с ним выпить? Да я бы, если бы он сказал, выпей, Бурдалаков, ведро водки, да хоть керосина, я выпил бы. Я даже и не помню, как у меня стакан с водкой оказался в руках. Ну, говорит он, за что пьем? Я набрал храбрости и говорю, глядя ему прямо в глаза, за товарища Сталина. А он опять улыбнулся и говорит, ну что ж, за товарища Сталина, так за товарища Сталина. Товарищ Сталин тоже не самый последний товарищ. Протянул стакан, мы чокнулись, он свою водку немного пригубил и на меня смотрит. А я, знаете ли, еще до войны в деревне научился водку пить, не глотая. А прямо вот смотрите, она самодеком идет в пищевод. Федор Федорович долил себе вина, встал, запрокинул голову, широко открыл рот, раскрутил стакан, как крутил перед пробой вина, и стал его над артом наклонять. Вино в крученое строе вливалось в генерала, словно через воронку, и журчало горным ручьем, кадык при этом не двигался. Да, оценила Аглая, это у вас получается. Вот и товарищ Сталин удивился. Посмотрел, как я это делаю. Ну и, ну, говорит, да вы прямо не Бурдалаков, а Гурдалаков. Кстати, говорит, это ваша фамилия, откуда у вас такая? Ну что я ему скажу? Ну, не могу знать, говорит, товарищ Сталин. Конечно, не можете, говорит, наверное, все-таки ваши предки каким-нибудь вурдалаками были. Но это, говорит, конечно, я в виде шутки вам говорю. Засмеялся и пошел дальше, и стал говорить что-то коневу, но уже не про меня, а про другое. И, возможно, он про меня даже тут же забыл, но для меня-то это воспоминание до скончания дней. Уж на что я много видел больших, так сказать, людей, но Сталин, это же Сталин. Генерал и его гости помолчали, взволнованные, он вновь пережитым, она впервые услышанным. «А вот сейчас, говорят, — сказала она, желая услышать опровершение, — что он будто бы был рябой. Чепуха немедленно опроверг генерал. Откуда рябой? Почему рябой? Я бы каждому, кто такое говорит, просто не знаю, чтоб сделал. У него было хорошее, мужественное русское лицо. Но он был все-таки грузинской национальности, сочла нужным уточнить Аглая. «Ну да, — сказал генерал, — это, конечно. На лицо было русское. Выпили еще немного, и Федор Федорович стал показывать Аглая альбомы с фотографиями, частично выцветшими. Снимки были в основном обыкновенные, семейные, с женой после свадьбы, на велосипедной прогулке, на пляже. Первый сын, сын и дочь, трое детей, дети маленькие, дети большие. Патриотическая деятельность Федора Федоровича была отражена в отдельном альбоме. На первой странице фотография последнего времени во весь рост, в полной военной форме, в фуражке, с лампасами и орденами. Дальше в форме штатском, участие во всевозможных церемониях, выступление перед выпускниками артиллерийского училища, встреча ветеранов на Мамаевом кургане, вручение Федору Федоровичу ордена, грамоты, опять ордена, с маршалом Чуйковым, с маршалом Баграмяном, встреча ветеранов 9 мая у Большого театра, еще раз у Большого театра. И вдруг он с Брежневым. После рассказа о Сталине Брежнев волнений не вызвал, но все же было интересно. «А что это вы ему вручаете?» — спросила Аглая. «Удостоверение почетного председателя нашего клуба ветеранов. А это, видите, я со знаменем этим. Не видели его развернутое? Сейчас покажу». Он вынул знамя из чехла, развернул и прошел с ним перед Аглаей стройбым шагом взад и вперед, показывая, как он приблизительно входил с ним в Берлин. Аглая попыталась, но не могла представить себе, как можно было таким образом входить в город во время тяжелого боя. «На ведь вы уже были командиром дивизии», — напомнила Аглая. «А вы же не могли прямо сами со знаменем?» «А что вы говорите?» — жарко возразил Федор Федорович. «Вы даже не можете себе вообразить, какой я был человек. Молодой. Ну как молодой? Когда война кончилась, мне было 36 лет, а уже дивизией командовал. Меня солдаты-бати звали. Но горячий я был. Ой-ей-ей! Все норовил вперед выскочить и со знаменем. А как же? Однажды в бою знаменосцы ранило, и он стал падать. Я думаю, если знамя выронит, то на личный состав это как же морально подействует. И тогда я, понимаете... Он опять загорелся, задергался, выскочил вперед, выхватил знамя и... И стал рассказывать сцену, очень похожую на ту, что Аглая совсем недавно видела в каком-то кинофильме. Аглая посмотрела на часы, было около 12, и она поднялась. Пожалуй, мне пора. Подождите, остановил ее Бурдалаков. Она посмотрела на него вопросительно. «Забыл вам показать», сказал Бурдалаков из ящика письменного ствола. «Достал продолговатый предмет, который оказался кинжалом в серебряных ножнах. Вот это мне в Сан-Треде, мой фронтовой друг генералу Шелико Курашвиле подарил. Изготовлен в начале 19 века и был преподнесен генералу Александру Петровичу Ермолову. Помните, был такой завоеватель Кавказа? Кинжал был прямой с желобком посредине и с золотой рукоятью, концом которой была голова тигра с рубиновыми глазами. А по лезвию его шла черная надпись, которую Аглая, прищурившись, осилила без очков. «Дрога спасет, врага поразит!» Прочла она громко и посмотрела на генерала. «Что это значит?» «Сам думаю, — развел руками Федор Федорович, и не могу понять, и Шелико не знает. Загадка какая-то, да и все. Так мы, значит, завтра утром, как всегда, у входа. Хорошо, — сказала Аглая с легким разочарованием. Федор Федорович проводил Аглаю до ее двери. Завтра опять бегали, ели, гуляли. Вечером он привел ее к себе допивать Изабеллу и показал альбом с газетными материалами, где были несколько интервью с ним, три большие статьи и огромное количество маленьких вырезок. Одна из статей называлась «Мирные будни героя войны», другая — «На подступах», третья — «Никто не забыт, ничто не забыто», воспоминания генерала о погибших товарищах, в том числе и о Сереге Жукове. Но в основном это были заметки о разных парадах, собраниях, митингах, приемах и других торжественных церемониях, участником которых был генерал Бурдалаков, где его фамилия стояла в ряду с другими, иногда важными и громкими. Сидели, пили вино, вспоминали войну, говорили о болезнях, о нарушении природного равновесия, о молодежи, которая ведет себя распущенно, по улицам ходит в обнимку, в шортах и сарафанах, на пляже купается в одежде настолько условной, что уже можно и вообще догола раздеться. «А за границей, — сказал Федор Федорович, — вообще есть такие пляжи, где мужчины и женщины, совсем друг друга не стесняясь, купаются в чем мамаша родила». Говоря об этом, он морщился и плевался. И вот, наконец, наступил момент, к которому неизбежно подвели Аглая и генералы их отношения. Генерал, как бы невзначай, положил ей руку на колено, а сам повернул голову в другую сторону. Она вздрогнула, замерла и повернула голову в противоположную сторону. «А погоды, — сказал генерал, — тоже теперь стали чем далее, тем более аномальные». «Да, — согласилась она, — односложно. Ни в коем случае не нужно кушать грибы, — сказал он. И вдруг, без всякого перехода, кинулся на нее с такой яростью, с какой, может быть, брал Берлин. Завалил ее на спину, нырнул под юбку, ухватился за резинку. Она, не ожидавшая такой стремительной атаки, стала инстинктивно сопротивляться, уперлась обеими ладонями в его колючей теме, надавила на него. И в это самое время, так бывает не только в кино, но и в жизни, раздался громкий стук в дверь. Он испугался и немедленно отпрянул в панике, посмотрел на главен, на стол, где стояло и лежало то, что было недопито и недоеден. В этой ситуации не было ничего противоестественного и противозаконного, тем более, что они оба были как будто свободные люди, но они не были свободные люди. Они были советские люди, воспитанные как дети в сознании, что каждое из желаний их может быть немедленно открыто, обзуждено, осуждено и наказано. В данном случае их могут лишить путевки, выгнать из санатория, пропечатать в журнале «Крокодил», устроить персональное дело, исключить из партии. Это была бы для него катастрофа, а для нее... для нее, впрочем, ничего бы не было, но... и она испугалась. Поэтому, когда в дверь застучали, генерал стал быстро прибирать на столе. Она отскочила к противоположной стене и, торопливо поправив юбку, уставилась в окно, будто специально только затем сюда и пришла, чтобы любоваться вечерним видом из чужого окна. Наконец, Федор Федорович подошел к двери, приоткрыл ее и увидел дежурную Полину, модную дамочку с большой грудью и обтянутой кофточкой из материала джерси. Она стояла с листком бумаги. «Вам записка», — сказала она и заглянула в комнату. «Спасибо», — сказал генерал, пытаясь загородить ей вид своим телом, расставив при этом руки, словно хотела взлететь. «А у вас прибрать не нужно?» — спросила Полина, стремясь увидеть что-нибудь хотя бы из-под его подмышки. «А чего вы ждете?» — спросил он. «Ответ писать будете или нет?» «Еще не знаю». Федор Федорович вдруг вспомнил, что он не мальчик, а генерал. «К тому же вдовец имеет право ничего предосудительного не совершил, и никому нет дела до того, чем он занимается. прочту записку», — сказал он резко. «Если надо, «Если надо, вас позову». «А если не надо», — он задумался и, не придумав лучшего продолжения, заключил. «А если не надо, я вас не позову». Он захлопнул дверь перед носом дежурной и, ворча что-то себе под нос, пошел назад к журнальному столику, где лежали его очки. Взял очки, прочел записку и позвал. «Аглая Степановна!» Она обернулась, и в еще не остывшем смущении подошла. Он молча протянул ей записку. «Можно ваши очки?» — спросила она, немного стесняясь того, что тоже нуждается в усилителе зрения, и прочла. «Федька, я в Новороссийске, приезжай срочно!» «Эл Брежнев!» «И вы поедете?» — спросила она. Он посмотрел на нее удивленно, и она сама поняла, что сморозила глупость. Не прошло и четверти часа, как генерал Бурдалака в полной парадной форме, с орденами, с золотыми погонами, парчевым поясом, в надетой поверх всего длинной шинели и высокой папахи, с портфелем в одной руке, и на всякий случай со знаменем в другой спустился вниз к поджидавшей его правительственной чайке. Поводом для столь срочного вызова генерала Бурдалакова было то, что свой 63-й день рождения генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, находясь в Новороссийске, решил отметить среди боевых товарищей. Леонид Ильич родился 19 декабря, не дотянув до сталинского дня рождения двух дней. Получив столь неожиданное приглашение, Бурдалаков засуетился, чтобы ему подарить, высокому имениннику. Вспомнил о кинжале, взял его и заколебался, дарить или не дарить. Надпись на лезвии его сильно смущала. Но поскольку ничего более подходящего у генерала с собой не было, а неподходящие такому человеку разве подаришь, он все-таки положил кинжал в портфель и поехал. Был уже поздний вечер, когда машина с генералом, миновав открывшиеся перед ней зеленые ворота с красными звездами, въехала на территорию правительственной дачи недалеко от Новороссийск. За воротами машину тут же остановили. Дежурный офицер в плащ-палатке, скрывавший погоны, приблизился к генералу и попросил предъявить документы. Над территорией дачи светила полная луна, такая яркая, хоть книгу читай. К тому же и прожектор у ворот. Но офицер включил еще и карманный фонарик, сверил фотографию с лицом и спросил, давно снимались? «А что, постарел?» спросил Бурдалаков кокетливо. «Удостоверение надо обнабить», сказал офицер и задал следующий вопрос. «Оружие есть?» «Да вы что?» заверил Бурдалаков. «Откуда ж? Какое ж?» «А что в портфеле?» «А, в портфеле!» засветился Бурдалаков, открывая замки. «Ничего в портфеле!» «Что может быть в портфеле?» «Смена белья, носки?» «Ах да, он вспомнил как раз в тот момент, когда открылся портфель. «Да вот это еще!» «Да вот есть вот это вот!» «Дайте сюда!» Рука офицера щукой нырнула в портфеле, выхватила кинжал. Офицер сунул непогашенный фонарик в карман и вынул кинжал из ножен, посмотрел внимательно на Бурдалакова. «А говорите, нет оружия!» «Да это не оружие!» возразил Бурдалаков. «Какое же это оружие?» «А что же это?» «Это?» переспросил Бурдалаков. «Так он когда-то в детстве переспрашивал задававшего ему вопросы учителя. Учитель тыкал на географической карте в полуостров Камчатка и спрашивал, что это. А юный Бурдалаков переспрашивал это, надеясь, что подсказка упадет с неба. И сейчас так же переспросил. «Разве это не оружие?» спросил офицер. «Да нет же!» «Еще больше засуетился генерал. Да какое же это оружие?» «Это подарок Леониду Ильичу на день рождения?» Подошел другой офицер, видимо, более высокого, но тоже скрытого под плащ-палаткой звания. спросил, в чем дело. Первый офицер объяснил. Второй офицер взял в руки кинжал, стал разглядывать и спросил с любопытством. «А что значит, друга спасет, врага поразит?» «Да вот сам не знаю», сказал генерал, заискивая. «Может, условная фраза или грузинская народная мудрость? Кинжал-то старинный?» «Да видно, не сегодня сделанный», сказал военный и почему-то вздохнул. И, подумав еще немного, сказал, «Вот что, товарищ генерал, вы нам эту штуку оставьте, а мы разберемся и вернем вам в целости и сохранности». «Но не позже, чем завтра утром», предупредил Бурдалак. «Не позже», согласился военный. «Может быть, даже сегодня вечер». И козырнул, пропуская машину дальше. Главная дача-особняк из белого камня с четырьмя колоннами стояла над обрывом к морю, а несколько коттеджей поскромнее были разбросаны там и сям по участку. Как об Бурдалак выбирался из машины, к нему подбежала горничная или, как здесь говорили, нянечка лет пятидесяти в очках с высокой прической, похожей на классную даму из фильма «О дореволюционной жизни». «Меня звать тетя Паша», сказала она, хотя больше годилась генералу в племяннице. Выхватила из его рук портфель и повела в комнату на втором этаже. комната была неплохая, с большой деревянной кроватью, с телевизором «Рекорд» и с умывальником. Завтракать будете завтра в главном корпусе, а ужин уже кончился, но я вам вот показала на тумбочку, принесла гуляш, сырники и кефир, «Чай в коридоре в Титане». «А удобство во дворе?» спросил Бурдалаков, не скрывая своего разочарования. «Зачем же?» успокоила тетя Паш. «На первом этажу. Как по лесенке спуститесь, вторая дверь налево, а следующая дверь душевая». И с данной ей трешкой удалилась. Притомившись в дороге, генерал ужинать не стал, а разобрал постель, снял мундир, надел пижаму, хотел спуститься по малой нужде, передумал. Умывальник был высоко, пришлось подниматься на цыпочки. Может быть, потому что над крышей как раз пролетал вертолет, генерал не слышал, как скрипнула дверь. А когда услышал покашливание, я глянулся, пришел в такое смущение, что готов был провалиться под пол. Перед ним в штатском костюме, но с множеством орденов, стоял, улыбаясь, и заложил руки за спиду Леонид Ильич Брежнев. «Ой!» растерялся Бурдалаков, торопливо пряча орудие, преступления. «И я извиняюсь, я это...» «Не тушуйся!» сказал Ильич. «Дело житейское. Как говорится, только помойник не сцит в рукомойник». он убрал руки из-за спины, и в одной из них Бурдалаков увидал свой кинжал. Брежнев положил кинжал на стол и заключил Бурдалакова в объятия, долго хлопал по спине и бормотал, как он рад его видеть. «Рад, рад, рад, честное слово, искренне рад!» «Я тоже рад!» сказал Бурдалак. «Ну, ты рад, это понятно. Это тебе по чину положено!» пошутил Брежнев. «А моя радость стоит дороже!» «И почему я тебе еще рад?» «Потому что фронтовое братство ценю!» «У нас же, когда высокой должность занимаешь, то все тебя как будто исключительно любят, и никогда не знаешь, кто это по правде, а кто с целью подхалимажа. А наша с тобой дружба, она, как говорится, в огне проверена. А ты, я смотрю, не толстеешь, диету держишь или же как? «Бегаю, Леонид Ильич, и вам советую, каждое утро сорок минут трусцой до второго пота, и никакого, извиняюсь, животика даже не будет!» «Животика», повторил Брежнев, «это не животика, животина, трудовая, как говорится, мозоль. Только бегать-то мне когда же! И к тому же, если я побегу за мной, еще взвод охраны увяжется! А я к тебе с этим...» «Мне начальник охраны принес!» «Он с прошлогоднего покушения бдительный!» «На всякий случай, говорит, у генерала изъял!» «Ну, я ему шею намылю!» «Я ему говорю, это привез мой друг, а не Шарлотта Корде!» «Я же догадываюсь, для чего ты это привез!» «Правильно догадываетесь, — сказал Бурдалаков, — только я хотел с сюрпризом!» «Что ж делать?» «Пожал плечами Брежнев, придется обойтись без сюрприза!» «Я уж разглядел! Ценная вещь!» Бурдалаков не стал отрицать, что вещь действительно ценная, и рассказал, кому принадлежала раньше. Ермолову уважительно переспросил Брежнев. «Вот она что!» Жадный до всего, что блестит, и не утоливший этого своего чувства, он нежно погладил кинжал по плоскости лезвия. «Как говорят у нас на Украине, возьмешь в руки и маешь вещь!» «А тигра, смотри, какая страшная!» Зарычал он на тигра и радостно засмеялся в собственной шутке. Расстроганный подарком, Леонид Ильич обнял генерала, похлопал по спине, пообещал, что кинжал найдет место на стене его дачи среди самых ценных экспонатов его оружейной коллекции. Поэтому он тоже обратил внимание на странную надпись. «Друга спасет, врага поразит!» «Это что? Это как?» «Это в каком же смысле понимать?» «Как может спасти друга вражеский паразит?» «Да вот я сам голову ломаю, Леонид Ильич, и никак не могу сообразить. А может быть в том смысле, что если врага кусает, допустим, клоп, враг не может выспаться и потом плохо сражается? Или вошь она может заразить врага сытным тифом?» «Нет», – прервал сам себя генеральный секретарь ЦК КПСС, «нет, я думаю, здесь имеется в виду что-то другое. Вот что, это кинжал грузинский, так? Возьмем его, пойдем ко мне, там найдем грузинского министра внутренних дел, спросим у него, он должен знать. «Да можно в пижаме, шинель накинь и пойдем». Луна висела над головой, как осветительная ракета, бледный свет изливался из неоновых фонарей, все видимое пространство казалось совершенно безлюдным, но впечатление было обманчиво. Чуть ли не за каждым кустом таились агенты секретной службы. «Опять полная луна», сказал Брежнев недовольно. «Раньше любил полнолуние, а теперь нет. С тех пор, как американцы там высадились, просто смотреть на нее не могу. Кажется, даже вижу, они там, как тараканы ползают». «А меня она по-другому тревожит», сказал Бурдалаков. «Вспоминаю войну, надо в разведку, а тут луна, иной раз зло такое берет, что хочется в нее и зенитки пальнуть». Грузинского министра искать не пришлось, он в фойе главного корпуса играл в шахматы со своим референтом, длинноносым и усатым. «А, Эдуард», обрадовался Брежнев, «ты нам как раз и нужен». Брежнев показал министру кинжал, показал надпись и спросил, что бы она могла значить. Министр повертел в руках кинжал и передал референту. Тот посмотрел, ногтем провел по острию, заметил, что сталь дамасская, обратил внимание на фамилию мастера. «О, — сказал он, — «это настоящий Меладзе». «Кто?» — переспросил Брежнев. «Отар Меладзе, известный оружейный мастер. Это, как у нас говорили, оружейный страдивари». Услышав такое, генерал Бурделаков подумал, что он с подарком, может быть, погорячился. Но успокоился, прикинув, что за такой подарок можно получить третью звезду на погоны. «Ха-ха-ха!» — засмеялся Брежнев. «Я себя уже чувствую ойстрахом». «Зачем ойстрахом?» — сказал министр Эдуард. «Вы наш погонений?» «Ну, уж скажешь, — стыдливо, — потупился в осьч, но видно было, что сравнение ему понравилось. «А надпись — это что значит?» — спросил он референт. «Ну, я думаю...» — сказал референт и, правда, задумался. «Здесь, я думаю, не хватает одной запятой. Надо читать так. Друга спасет...» запятая. Врага поразит. «Ага!» — обрадовался Брежнев. «Значит, друга спасет...» «А врага пор...» «Все равно ничего не понимаю». «Ну, как же, — терпеливо, — объяснил референт. «Друга спасет...» «Ну, выручит в тяжелом положении, а врага поразит...» «Нанесет ему, понимаете, поражение...» «Помните, как у Пастернака?» «На поражение от победы ты сам не должен отличать». «Ага!» — сказал Брежнев. «Все оказывается очень просто». «Все оказывается очень просто». «Камням, ко всему, что блестит, звенит и побрякивает...» «Я очень любил словословие». «А день рождения — это такой повод для слов и подарков, что лучшего не бывает». «Шестьдесят три года, хотя и не круглая дата, но и ее именинник, и его гости отметили хорошо. «Много было выпито разных неслабых напитков, много закушено, много произнесено задушевных и пышных тостов, восхвалявших неисчислимые достоинства юбиляра. До кровати Бурделаков добрался к пяти утра. Днем приходил в себя, вечером выступил перед личным составом крейсера «Пермь». Знамя все-таки пригодилось. И только после обеда 21 декабря, уже в день рождения другого великого человека, отправился назад в Сочи». «К чести генерала надо признать, что хотя время, проведенное им в Новороссийске, прошло в сплошном угаре, он об оглаве несколько раз вспоминал и думал. Нет не о том, чтобы связать с ней свою жизнь навсегда, но какое-то возможное развитие отношений не исключал. Понравилась она ему своей прямотой. Не кокетничала, не строила в глазки, суждения обо всем имела прямые и ясные, а при этом была женственно и еще достаточно привлекательна. Поэтому перед возвращением в Сочи генерал использовал привычный способ добывания дефицита. Позвонил в секретарю Новороссийского горкома, тот позвонил председателю горисполкома, тот еще кому-то, и в конце цепи оказался главным Новороссийский универмаг. Где Федор Федорович приобрел женские часы «Заря» и духи «Огни Москвы». Их любила его покойная генеральша. Приехал он на место незадолго до ужина, поставил в угол знамя, снял шинель и звеня орденами пошел с подарками к соседке. Деликатно постучался в дверь. Никто не ответил. Он еще раз постучал. Дверь отворилась. И Бурдалаку увидел перед собой Вячеслава Михайловича Молотова, многолетнего сталинского сподвижника. И хотя Молотов давно уже был низвергнут с вершин власти и в привилегиях приравнен к номенклатуре второго ряда, Бурдалаков, не забывший, что это был в государстве второй после Сталина человек, так растерялся, что открыл рот, но никаких звуков произвести не мог, кроме А, О и У. Молотов сквозь чуть затемненное стекло Пенсне смотрел на Бурдалакова, на его погоны и ордена, терпеливо и настороженно, ожидая, может быть, какой-нибудь провокации или даже ареста. — И? — сказал Бурдалаков. — И? — переспросил Молотов. — Не, — возразил Бурдалака, — не понимаю, что вам угодно, — начал сердиться бывший войщик. А Аглая Степановна где же? Наконец выдавил из себя Бурдалаков. — Не знаю никакой Аглая Степановна, — сказал Молотов и закрыл перед носом Бурдалакова дверь. Бурдалаков спустился вниз, встретил сестру-хозяйку Калерию Фроловну, и та ему сказала, что Аглая Степановна Репкина покинула санаторий сегодня утром за неделю до истечения срока, указанного в путемке. Как, что, почему, Калерия Фроловна не знала. А Федор Федорович приблизительно догадывался. А все получилось вот как. Внезапный отъезд Федора Федоровича был Аглае очень неприятен. Не потому, что она рассчитывала на серьезное, хотя последняя встреча не могла зародить в ней кое-какие надежды, но потому, что произошло это неожиданно в торопях накануне даты, которую ей хотелось бы отметить вместе с генералом. А тут новая неприятность. Утром 20 декабря пришло письмо от Диваныча, написанное кудрявым почерком с причудливыми завитушками и необычным стилем. «Здравствуйте, Аглая Степановна! Добрый день или вечер!» Пишет вам ваш знакомый товарищ Кашляев, да и полкник в отставке. И шлет вам свои поздравления в связи с 90-летием со дня рождения великого полководца нашей страны и других народов генералиссимуса товарища Сталина И.В. А также разрешите пожелать вам долгих лет здоровья и хор жизни. Про нас писать нечего, погода стоит студеная, имеется перебой с поставками дров и угля населению. «Ковыран ваша находится в полном порядке, насколько можно судить по наружному виду дверей и окон и по показаниям соседей. Дедушка, здоров!» Вот и все. Желаю вам, что вы наслаждаетесь полноценным отдыхом и равномерным питанием, что бывает полезно в отношении здоровья и самочувствия. За всем до свидания. Ваш знак, ТОВ, Кашляев, ДИ, полкниг в отставке. П.С. А также позвольте вам сообщить, что недалеко вчера ваш сосед Гр. Шубкин М.С. был особ из-под стражи ввиду отсутствия СОСТ преступления, и оголтелый компаний антисов-кругов в некоторых зап-странах. Письмо Диваныча, вернее, не само письмо, а этот постскриптум, очень Аглай не понравился и породил некоторые, как выяснилось, небезосновательные предчувствия. В тот вечер она легла спать пораньше. Погода за окном была ясная, светила полная луна. Аглай долго смотрел на луну и пытался найти на ней то, что когда-то в далекой прошлой жизни ей показывал Андрей Репкин. Тогда еще не муж, а боевой товарищ. Тогда они в составе группы комсомольцев, проводивших коллективизацию вместе с отрядом НКВД, в сумерках подошли к непокорной деревне Грязная и до утра залегли в стогах сена. Она оказалась с Андреем в одном стогу. Ночь была тихая, мирная, лунная. Был виден весь пойменный луг с темными стогами на нем и отдельными деревьями, которые как будто брели куда-то все вместе и каждый в одиночку и уходили в белый туман, поднимавшийся от реки. На фоне тумана совершенно черными казались расставленные криво избы деревни. Там была сонная тихо, только время от времени во сне мычали коровы и ни с того ни с сего, а может быть, что-то предчувствуя, сбрехивали и выли собаки. Сначала завывала одна, за ней другая. Они начинали голосить хором, словно одна стремилась перевыть и другую. И у людей, даже у залегших в стогах, тревожно было на душе. Но к середине ночи собаки успокоились и наступила полная тишина. Только шуршала сена и стрекотали кузнечики. Светлячки летали перед глазами, как маленькие самолетики. Андрей потянулся к огла и стал тискать ее грудь, тогда еще молодую, упругую и никем не троганную. Сначала он тискал сквозь гимнастерку, а потом расстегнувши несколько пуговиц и живьем. Она потянулась к нему, но прежде чем отдаться, спросила, как старшего и подкованного теоретически товарища, возможно ли двум молодым большевикам, выполняющим важное задание партии, думать о таком второстепенном деле, с которым он к ней приступил. Он и сказал, что возможно, и сослался на Маркса, говорившего, что ему не чуждо ничто человеческое. И товарищ Ленин в письме Нессе Арманд писал, что, будучи материалистами и реалистами, большевики не могут отрицать объективных законов природы и между товарищами по партии, принадлежащими к разным полам, может возникать определенное влечение. Подавлять его бесполезно, избежать его невозможно. Поэтому товарищам одного пола следует идти навстречу товарищам другого пола и удовлетворять обоюдные желания, чтобы потом не отвлекаться от выполнения действительно важных заданий. Ревкин ее убедил, и Аглая отдалась ему, предупредив перед этим, что она, во-первых, девушка, а во-вторых, детей сейчас никаких не хочет. Она пустила его к себе не без страха, зная понаслышке, что первый раз это бывает больно. Чтобы не попортить одежу, она сняла с себя все, что было ниже гимнастерки. Но пока он возился с собственной одеждой, возникшая была страсть, прошла и осталось любопытство. Любопытство и страх, который оказался напрасным. К его удивлению, ей не стало ни больно, ни приятно, ни неприятно. В какой-то момент ей даже показалось, что он промахнулся, и только протянув руку, она убедилась, что это не так. Завершив дело, он, оберегая ее от возможной беременности, вылил ей на живот целую лужу. Она окунула палец и попробовала на язык. Он спросил, «Вкусно?» Она сказала, «Похоже на сырое яйцо». Он, помявшись, спросил, «А почему ты говорила, что ты девушка?» Она сказала, «Я говорила, что девушка, потому что я была девушка. Я вообще никогда не вру, и тебе врать не собираюсь». «А почему же не было крови?» спросил он. «Сама удивляясь», ответила она, «Потом ей врач объяснила, что у нее такая анатомия, половой жизнью ничто не нарушилось и оставалось ненарушенным до самых родов. Таким образом, Аглая до родов могла считать себя по-прежнему совершенно невинной, а в некотором смысле невинной оставалась и после». После этого она и Андрей лежали на спине, смотрели на луну. Андрей спрашивал, «Видишь, там брат режет брата?» Она спросила, «А что там тоже классовая борьба?» Он засмеялся и сказал, «Там классовой борьбы не может быть, потому что нет никаких классов». Она и на этот раз не поняла и решила, что там построено бесклассовое общество. Он опять засмеялся и уточнил, что там и общества нет, потому что вообще нет ничего живого. «А какой же брат режет? Какого брата?» Он терпеливо ей объяснял, «Братьев там тоже нет, но если вглядеться в эти пятна, они похожи на людей, из которых один режет другого». «Видишь?» «Видишь?» спрашивал он. «Нет», отвечала она, «Пятна вижу, а людей не вижу». Он тогда ей сказал, что у нее не хватает воображения. Она о себе это уже слышала. Я еще в школе учитель сказал как-то в досаде, что у нее нет фантазии, чувства юмора и чувства прекрасного. Но я сестры Натальи, на год моложе Аглая, она училась с ней в одном классе. Учитель находил и фантазию, и чувства той, другой, и третьей, а потом и четвертая, переспавшая с ней в кабинете директора, а у нее ничего. Впрочем, это все мало ее беспокоило, потому что помимо других чувств у нее не было чувства отсутствия чего бы то ни было. Она не всегда понимала шутки и не знала для чего существуют стихи, балет или опера, ведь в жизни люди не говорят стихами, не танцуют, когда в них попадает стрела и не поют на смертном одре. Существование этих искусств Аглая допускала только в порядке исключения, когда они воспевают героев революции или войны, поддерживают боевой дух советских воинов или способствуют выполнению трудящимися производственных планов. Аглая лежала у себя в номере, луна светила в окно и на ней видны были те самые пятна, но они опять были просто пятна и не были похожи на братьев. Она вспомнила утверждение Андрея, что если долго смотреть на луну, станешь лунатиком и будешь ночью в голом виде ходить по крышам? Она испугалась, она не хотела голой ходить по крышам. В ее возрасте это было бы опасно и неприлично. Аглая отвернулась к стене и закрыла глаза. А когда открыла увидела, что то, чего она не хотела уже случилось. Она на крыше и голая удивилась, что так легко и неожиданно стала лунатиком. Она нисколько не испугалась, ей было странно и интересно, что она голая идет по крыше и даже не идет, а как бы парит над ней, только время от времени слегка касаясь поверхности носками. Она надеялась, что крыша скоро кончится и ее никто не увидит, но крыша оказалась ужасно длинная. Сначала она была острая, потом стала плоской и бесконечной во все стороны. Аглая бежала, бежала навстречу, стали попадаться какие-то люди с котомками и чемоданами, они шли, не останавливаясь, бесконечной толпой, но при этом на нее все же поглядывали, а она просто не знала, что делать. Одежды нет и спрятаться не за что, на крыше никаких труб и никаких выпуклостей. Но вот она увидела что-то вдали, подумала, что это труба, но это не труба, а пьедестал. На пьедестале написано Иве Сталин, а на нем стоит живой Эл и Брежнев в мундире генералиссимуса и со знаменем «Даешь Берлин». Она спросила почтительно, а вы разве тоже брали Берлин? он сказала «А как же? Вдвоем с Федей Бурдалаковым брал». «А я и не знала», сказала Аглая, «А где же был Сталин?» «А он стоял здесь». «А где он сейчас?» «Там». Она побежала туда, куда показал ей Брежнев и увидела Сталина, вернее его спину. Он шел о чем-то задумавшись не спеша и делал ногами какие-то движения, как будто гнал перед собой мяч. Она знала, что впереди его ожидает опасность, хотела предупредить, предотвратить, взяла сильный рывок и вдруг поскользнулась и полетела на землю, сама тому удивляясь, ведь и лунатики, как она слышала, никогда не падают с крыши. Она сначала удивилась, потом испугалась и, проснувшись, долго не могла понять, где она и что с ней. На дворе еще стояла ночь, луна продолжала светить, хотя за это время сильно сдвинулась к горизонту. Аглая зажгла прикроватную лампочку нашарила на тумбочке своей частики, посмотрела, было без двадцати шесть утра. Спать больше не хотелось. Сон хорошо помнился, и она стала думать, чему бы такое видение. И вспомнила, что сегодня двадцать первого декабря, день его рождения, девяносто лет. Девяносто лет стала она думать возраст большой, но для некоторых людей достижимый. Ее тетка Елена Григорьевна жила девяносто шесть лет. Пустая, глупая, никому ни для чего не нужная, но почему же такому человеку не дожить лет хотя бы до сотни? Сколько он мог бы еще сделать, сколько успеть? Она быстро оделась и спустилась вниз туда, где около стола с телефоном на узкой лежанке спала дежурная Екатерина Григорьевна, спущенных к щиколоткам толстых вязаных чулках и войлочных тапочках. Заслышав шорох на лестнице, дежурная немедленно пробудилась, скинула на пол ноги и сперва посмотрела на стоявшие у входа большие часы, а потом попросительно на Аглаю. Доброе утро, сказала Аглая. Доброе, ответила та, по входящему в моду обычаю опустив существительное. «Не скажете ли, когда к нам приносят газеты?» спросила Аглая. Екатерина Григорьевна еще раз посмотрела на часы и сказала, подавляя зевоту. «Часов девять приносит, а что?» А раньше спросила Аглая «Где нибудь они бывают?» «Нам мор», сказала дежурная широко открыв рот и прикрывая его ладонью, потрясла головой Аглая повезло. на морвокзале Киоск уже работал и газеты только что подвезли из местной типографии, где правда печаталась матриц доставляемых самолетом. Аглая купила один экземпляр, который не только пах краской, но был еще теплым, словно вышел из пекарни, а не из печатной машины. Аглая увидела на первой странице подвальную статью с крупным заголовком к 90-летию со дня рождения Ивы Сталина и что-то сразу ей не понравилось. Может быть то, что без портрета, может быть то, что со дня рождения Ивы Сталина, а не товарища Ивы Сталина. Ей не терпелось прочесть статью тут же, но спохватилась, что забыла очки, а без них зрение постигала только крупные буквы, побежала в гостиницу. Дежурная уже прибрала свои ложи и сидела под лампой у телефона. «Купили газетку?» спросила она вежливо. «Купила», буркнула огла и поднялась к себе, сгорая от нетерпения. То, что она прочла, потрясло ее, может быть, даже больше, чем речь Лысого на двадцатом съезде. От Лысого ничего хорошего ожидать нельзя было, а эти они начинали так обещающе. Статья ничем не отличалась от тех, которые печатались во времена Лысого и вашим и нашим. Некоторые заслуги признавались, но с первых строк с явным преуменьшением и оговорками. С юных лет включился в революционное движение, принимал активное участие в создании газет «Звезда и правда» в руководстве деятельности большевиков вместе с другими возглавлял борьбу против троцкистов правых оппортунистов. Вместе с другими, а не вдвоем с Лениным, не один из самых главных. И уже во второй колонке бесстыдное признание в оценке деятельности Сталина КПСС руководствуется постановлением ЦК КПСС от 30 июня 1956 года о преодолении культа личности и его последствий. Даже сплошное разочарование. Вместе с тем, Сталин допускал теоретические и политические ошибки, которые приобрели тяжелый характер в последний период его жизни. В дальнейшем стал постепенно отступать от ленинских принципов, факты неоправданного ограничения демократии и грубого нарушения социалистической законности, необоснованной репрессии, допустил определенный просчет в оценке срока возможного нападения. На своем двадцатом съезде партия разоблачила и осудила культ личности, проделала громадную работу по восстановлению. Приступ безумия хватило Глаю. Она мяла газету, рвала ее на куски, плевала на них, оплеванная бросала под ноги и топтала. И вдруг замерла, пораженная страшной мыслью, и отправились сюда, выманили из родного дома специально, чтобы убрать его и выкинуть на свалку. Как они сделали это со всеми другими его памятниками во всех других городах Советского Союза. Они специально подсунули ей этого генерала, который развлекал ее и отвлекал от главной задачи. «Какая я дура!» сказала она сама себе и, повторяя без конца дура, дура, кинулась к телефону и попросила дежурную вызвать срочно такси. Время было раннее, работы мало, машина пришла скоро. Наглая спустилась с большим чемоданом, дала дежурной пять рублей, попрощалась и уехала на вокзал. «Ей повезло купить купейный билет. Поезд в это время года был почти пуст, и от Сочи до Воронежа она ехала одна. У нее было нижнее место, но она сама залезла наверх, надеясь, что здесь ей никто не помешает. Весь день лежала, думала и не могла понять теперешних руководителей. Даже Лысого она понимала лучше. Тот хотел сделать карьеру на разоблачении вождя. Может быть, даже мстил Сталину за прежние унижения, добивался дешевой популярности у народа, стремился понравиться Западу. И эти так к чему вели дело? Для чего свергали Хрущева, издавали идеологические постановления, соединяли обкомы, закрывали журналы, давили диссидентов? В Воронеже в купе вошел и проехал два перегона пожилой человек в форме железнодорожника. Его сменили два майора танковых войск, их женщина, жена одного из них, который звал ее Пончик. Офицеры тут же достали бутылку водки, а Пончик завернутый в газету жирную жареную курицу. Муж Пончика сходил к проводнику, принес четыре чайных стакана, а другой майор поднял голову к Аглае. Прошу прощения, дама, не желаете ли составить компанию? Спасибо отказалась Аглая, но потом пожалела, слыша звон стаканов и хруст разламывая куриц. По разговору военных она поняла, что они служат в Чехословакии, и, свесь его голову с полки, поинтересовалась, а как там ведет себя контрреволюция? В каком смысле? спросил муж Пончик. Я имею в виду, сильны ли у чехов антисоветские настроения? Сильны, сказал майор. Примерно такие же, как у нас, добавил его товарищ. Скажите, спросила она, волнуясь, а к товарищу Сталина в армейской среде в целом какое отношение? Внизу помолчали, а потом муж Пончика сказал, знаете, дама, у нас так принято, мы всегда выпиваем и о политике не говорим. А когда трезвый, тем более, уточнил другой майор. Но вообще, сказал муж Пончика, мы, советские офицеры, внутреннюю и внешнюю политику партии целиком и полностью одобрям. Офицеры явно опасались говорить, что они думают, и это навело Аглаю на печальные раздумья о том, до чего довели людей нынешние руководители. Даже боевые офицеры боятся выражать свое мнение. При этом ей казалось, что раньше боевые офицеры свое мнение выражать не боялись. Ночью ей приснился сон, что какие-то люди вытаскивают из квартиры статую Сталина в гробу и руководят выносом поросянина с Микояном. Видение было таким страшным и неприятным, что она, как и последнюю ночь в гостинице, стонала и вскрикивала. «Что с вами?» спросила ее пончик встревоженно. «У вас что-нибудь болит?» «Нет-нет», пробормотала она и тут же опять закричала, приснилось, что он лежит на городской свалке живой. Прибыв в Долгов, она на станции схватила какой-то самосвал и доехала до дома. Она бежала по лестнице, чуть не сбив с ног Шубкина, который спускался навстречу, насвистывая свою любимую бригантину. Рука дрожала, ключ не попадал в замочную скважину. Наконец, она справилась с замком, толкнула дверь, бросила чемодану порога, кинулась в гостиную. Он стоял на своем месте, опустив плечи, печальный, покрытый пылью, окончательно признавший свое поражение. «Товарищ Сталин», сказала Аглая, упала перед ним на колени, обхватила руками его железные ноги, прижалась щекой и зарыдала в голос. Продолжение следует...